Китайская часовая отрасль. Интересные китайские часы. Хочется вот такого необычного. Собрать дизайнерский респект из-за того, что было раньше и насколько круче стало сейчас. Еще и цветная керамика. Бюджетная марка с очень интересным дизайном. Да ну зачем? Вот есть вот там швейцарцы, а вот есть японцы. И качество исполнения. Они оценили, наградили. Комментариев у нас будет много. Дорогие друзья, добрый день. Это подкаст погружения. И сегодня даже правильно сказать всем ни хао, потому что сегодня мы погружаемся в интересные китайские часы. И поможет нам в этом Дмитрий, представитель компании All Time, который раньше был суперэкспертом по японским часам. Ну, раньше остался экспертом по японским часам, но к этому еще и прибавилось такое погружение в мир китайского. Ну, не люкса, но такого среднего, хорошего, интересного сегмента. И как раз мы вот сегодня поговорим про часы, которые уже наделали много шума вообще в мире. Здравствуй, Артем. Рад снова тебя видеть. Рад, так сказать, заочно видеть наших зрителей и слушателей, в каком формате будут они употреблять наш вот этот подкаст. Да, действительно, вот долгое время многие меня воспринимали как специалиста и человека, который достаточно много знает по Сейко, ну и вообще по японским часам. Я скажу просто, да, то есть, кто первый раз вообще включил этот канал, да, или там это видео, может быть, пропустил, скажем, тогда то, что было в прошлых сериях. В прошлых, в первом подкасте мы обсуждали японские часы, у нас был представитель Кассио и представитель Сейко. И представитель Сейко как раз на тот момент компании Сейко Рус был Дмитрий Лисов. Вот, и все его привыкли видеть именно как такого главного Сейко-вода Ютьюба, да, нашего российского. Вот, теперь Дмитрий работает в компании All Time, занимается развитием, занимается расширением портфеля, я так понимаю, да, то есть, и, ну, там, естественно, в его зону влияния входит теперь не только японцы, не только швейцарцы или там немцы, но и часы китайские часы. Китайские часы, почему вообще мы про них говорим, да, потому что тема такая, она, то есть, она такая вроде бы и не новая, но все равно не изученная, в ней очень много разных мифов, каких-то разных спорных моментов. Я думаю, что мы как раз вот сегодня по этим мифам пройдемся, вот, и как раз разберем, что вообще в китайских часах есть интересного. Ну, и сразу как такой спойлер, то, что Дмитрий был на выставке в Гонконге, вот, я, например, был там на всех этих швейцарских выставках, вот, и там много где был в Европе, но в Китае, в восточнее Челябинске не летал, вот, поэтому, поэтому мне, как раз, очень интересно было пригласить Дмитрия на этот подкаст и у него, как раз, расспросить, что вообще там происходит. Ну, может быть, знаешь, в двух словах, что вообще было, да, вот, что было, что будет, чем сердце успокоится в плане китайцев. Ты про Гонконгскую выставку сейчас или про, вообще, про весь концепт нашей сегодняшней встречи? Ну, про, да и вообще про этот, про китайский часпром, да, то есть, ну, просто, если вдруг кто-то не знает, то есть, китайцы, то есть, я так понимаю, что там вот, ну, зародился вот этот вот китайский часпром, где-то там 50-60-е годы, как раз при помощи советского часпрома, при помощи, вот, Советского Союза, там даже у них, по-моему, основные калибры, это были, как бы, ну, вот, такие наши переработанные, да, то есть, как наши, там, где-то что-то заимствовали, там, у швейцарцев, у немцев, у французов, вот, перерабатывали, находили свои какие-то ноу-хаусы, свои какие-то механизмы вводили, и, как раз, китайцы пользовались этим опытом, ну, и наши, там, инженеры, скажем так, им помогали строить вот этот китайский часпром, вот, потом, но это уже, как бы, то, что помнит Талды, да, то, что у меня, вот, на руке, например, такой вот, в общем, гордый китайский хронограф китайских летчиков, вот, но, что было потом, то есть, потом вот этот вот бум индустриализации, бум вот этого производства, и китайские, скажем так, китайские товары, товары, это уже стало не что-то такое вот элитное, суперкачественное, да, то есть, а это, в основном, ну, как что-то такое очень массовое, и на часах, я думаю, тоже это отразилось, да, то есть, вот это вот отношение, что китайские часы, это какой-то вот такой вот очень массовый продукт, и, ну, что-то такое бюджетное, что-то такое, в общем, ну, как бы сказать, такое массовое что-то, да, такое вот, во всех смыслах, то есть, если швейцарцы всегда строили свое У нас в далеком 1800 году такой-то часовщик открыл мастерскую, мы теперь как будто бы ее правоприемники, хотя понятно, что то, что сейчас имеется, это все больше даже в 90-е появилось. У немцев тоже похожая история, тоже какие-то исторические параллели, которые каким-то образом вернулись к нам. У китайцев вот этого всего нет. Я тебя, Тёма, перебью и скажу, что вот то, что ты сейчас упомянул, вот эти все возрожденные марки 90-е годы, там, начиная с 83-го, с основания вот Swatch Group и так далее, то есть там в этом во всем тоже очень сильно и достаточно качественно замешаны китайцы. Здесь, наверное, стоит сделать очень короткий, но важный для понимания такой исторический экскурс. У нас подкаст не исторический, да, у нас все-таки подкаст часовой в первую очередь, но здесь очень важно для понимания, то есть что вообще происходило, да, то есть понятно, что китайцы еще там время измерять начали около 5000 лет назад. То есть они вот параллельно с изготовлением бумаги, пороха, да, там, одной из первых письменностей, да, в мире, то есть они вот, в общем-то, были весьма активно вовлечены в первую очередь в изучение астрономии, а изучение астрономии, оно неизбежно влечет за собой измерение определенных временных циклов, неважно в каких единицах, да, то есть в лунах ли, там, в каких-то других, там, уже впоследствии, там, привычных нам и так далее, да, то есть и постепенно их дробление на более мелкие отрезки. То есть самый такой, наверное, важный момент заключается в том, что уже в 11 веке у китайцев были механические часы, ну, не в привычном для нас виде, да, то есть вот как, например, у тебя на руке, да, механические часы, или вот как, который представлен у нас здесь, но это были уже часы, обладавшие примитивными, ну, спусковыми устройствами. То есть это были не солнечные часы, там, не водяные, да, то есть это были прародители, в принципе, часов механических, и появились они в Китае, ну, честно сказать, намного раньше, чем в разных других, там, в том числе более прогрессивных регионах того времени, там, будь то, там, Рим и так далее, там, или какие-нибудь другие цивилизации. Впоследствии, где-то уже на рубеже, там, 14-15 веков в Китае механическое часовое производство развелось достаточно сильно, то есть у них были свои производители, свои мастера, которые делали часы уже, ну, в более привычном для нас виде, ну, такие вот форматы настенных, настольных, напольных, то есть это были достаточно крупные изделия, не отличавшиеся, ну, так, скажем, сильно высокой, там, точностью и так далее, но больше были, наверное, предметом роскоши, предметом утвари в различных, там, императорских домах и близких к ним, да, там, каких-то, может быть, министерских и так далее. Потом, к огромному сожалению, в развитии китайского часового дела происходит очень сильный упадок, но он вызван достаточно сильным развитием европейского часового дела, то есть как раз это уже, вот, рубеж, там, 17-18 века, то есть когда те же самые швейцарцы, немцы, англичане, когда уже швейцарцы, немцы, англичане стали производить действительно часы, уже похожие на часы, вот, в совсем нашем современном представлении, китайцы очень предметы времени любили, и тогда у них тоже там в экономике все было очень хорошо, прилично, тогда, в общем-то, были хорошие связи между странами и так далее, и большое количество вот тех швейцарских, английских и немецких, в первую очередь, часов, они оседали в частных дворцовых коллекциях, и если, например, сейчас вот кто-то кому-то будет сильно интересно, об этом есть множество статей, в том числе на русском языке, на английском их там еще гораздо больше, на китайском, вероятно, еще больше, можно почитать, посмотреть, какое количество вообще европейских, вот, в частности, настольных, они были очень востребованы в Китае, какое количество вот таких настольных китайских часов оседало в этих коллекциях, то есть и сейчас по количеству хорошо сохранившихся вещей, вот, подобного плана, Китай на первом месте, то есть не в Европе сохранялись вот их произведения, а сохранялись они в Китае. Благодаря такой бурной торговле с Китаем вообще, в принципе, появился так называемый термин «китайщина», когда уже те же самые европейские мастера, они начинали понимать, что в Китае есть особая эстетика, особое представление там о прекрасном, да, то есть такое достаточно цветастое, яркое, то есть вот это, ну, как мы ее называем, китайщина, она возникла уже... Еще пагода, чтобы была, да? Да, обязательно с пагодой, безусловно, да, и это все возникло как некая надстройка над привычным, ну, над знакомым нам стилем барокко, по сути, как раз вот на рубеже 17-18 веков. И вот все это долгое время, до вот середины уже 20-го века, китайская, вот, скажем так, китайцы, территория Китая, они часы только потребляли, то есть производство вот в привычном нам понимании, да, такого промышленного, объемного, его, конечно же, там не было. Но, вот как ты уже правильно отметил, 50-е годы, то есть первое крупное предприятие, похожее на часовую фабрику, оно как раз было организовано в 1955 году, это, поправим, ну, это, ну, это, она была заложена под другим названием, сейчас нам известно как Сигал. Да, там другое немножко название, да, сейчас будут продираться суперзнадаки, но, что я хочу сказать, вот, не зря я позвал Дмитрия, я же говорил, что будет погружение, вот, пожалуйста, то есть, поэтому, вот, Дим, поэтому как раз себя и так ждали, то есть у нас действительно в Ютюбе писали комментарии, что так, ну, где же Дмитрий, куда он пропал, вот, и как раз к нашему всеобщему удовольствию Дмитрий снова с нами на подкасте. Ну, планка растет, мне нужно не подвести, понимаешь, то есть, поэтому хочется какую-то информацию дать действительно полезную и действительно интересную, ну, по возможности. И вот, начиная уже с 50-х годов, как ты правильно заметил уже, повторяюсь, что в Китае была достаточно накоплена хорошая производственная мощность, позволившая стране соорудить то часовое производство, на котором выросло все то, о чем мы будем говорить с тобой сегодня. Понятно, что первым была фабрика Сигал, вторым появилась пекинская часовая, она так называлась, пекинская часовая фабрика, то есть, как у нас был московский часовый завод, там у них пекинская часовая фабрика, то есть, страны социалистического лагеря вполне себе не отличались там каким-то крутым неймингом, да, то есть, и впоследствии, где-то уже в 70-х, в 70-х появилась ФИТа, как мы ее знаем сейчас, да, то есть, тоже изначально там было несколько небольших мануфактур, которые сгруппировались вот в некий такой конгломерат и из себя создали вот то предприятие, которое сейчас именуется ФИТа. Ну, а дальше уже в огромном количестве регионов Китая стали появляться достаточно крупные и серьезные производители, которые там, насколько мне известно, уже к середине 80-х суммарно производили там что-то более 50 миллионов изделий в год. То есть, это достаточно большой объем производства, и здесь мы приходим, наверное, к тому периоду времени, который является таким, ну, краеугольным во многом в современном восприятии китайских часов. И здесь очень важно понимать, что любимые нами и там уважаемые японцы в значительной степени повлияли на все происходящее. То есть, в 69-м году, родив первые кварцевые часы, постепенно начав впоследствии уже так же где-то в 80-х годах релацировать производство частично, в том числе и в Китай, это же делали и швейцарцы. И, по сути, здесь нет ни правых, ни виноватых, но произошло следующее. Две крупных часовых державы, Япония и Швейцария, они просто японцам сами в руки отдали вообще все. Они отдали чертежи, они отдали, по сути, технологии. А китайцам, в смысле, отдали. Ну, китайцам, да, то есть, понятно, как они отдали. Они не пришли, сказали, берите, пользуйтесь. Они разместили в Китае свои фабрики. Ну, давайте будем честны, откровенно, да, то есть, никто не стал бы, ну, скажем так, производить вот эти часы в формате, да, мы вот будем вашей фабрикой и будем производить это только для вас. Ну, понятно, что нет. Те какие-то схемотехники, те конструктивы, которые отрабатывались на этих фабриках, они очень быстро перекочевали на китайские предприятия. То есть, здесь тоже очень важно нам что понимать. Производство тех же японцев или даже тех же швейцарцев, ну, швейцарцы это не афишируют, да, понятно, что они об этом вообще говорят, мы что-то когда-то там в Китае, окей, это их там полное право, у нас, ну, как, удивишь, я даже... Но у нас терзаются мутные сомнения, когда мы видим очень дешевые швейцарские часы, не складывается как-то вот экономика. Да, об этом, это уже 90-е, это уже 90-е, сейчас речь про 80-е. То есть, когда, например, о чем достоверно можно говорить, что японцы свои фабрики, вот полностью, целиком свои, релацировали в Китай. То есть, там дешевле рабочая сила, там где-то что-то можно было с материалами более выгодно, там какие-то логистические цепочки налаживать и так далее. Для чего это делалось? Для, понятно, сдерживания цен, для того, чтобы оставаться в более бюджетных сегментах, ну, и, соответственно, обеспечивать рынок более, там, доступными какими-то товарами. И важно, что эти фабрики, они принадлежат, ну, компаниям, владельцам бренда. То есть, если эта фабрика принадлежащая Сейка, то на ней только Сейка и делается. Ничего другого на ней не производится, потому что, ну, странно было бы, да, то есть... Ну, вот это миф, да, что вот эта фабрика, которая вот отшивает, там, не знаю, Луи Виттон, а вот ночью во вторую смену они отшивают... Ну, вот эта история про ночью во вторую смену, у меня просто первый вопрос. Ребята, где сырье берут? То есть, ну, это как бы... Под рубашкой проносят? Да, вообще, какой-то детский сад, да. А еще, ну, круче, что вот на одной фабрике левый кроссовок шьет, на другой фабрике правый, да. То есть, ну, это, понятно, все прикольные мифы для, там, интернета, для коротких каких-то таких видео и прочее, но никогда на серьезном предприятии с крутым, там, менеджментом, с высочайшим уровнем контроля, но там не может быть второй смены, если она не запланирована. Ну, то есть, если, ну, мы имеем в виду, что никогда, то есть, как ты себе представляешь, и как вот кто-то из, например, зрителей, мне интересно послушать, вот как представляют, что, например, вот у нас на, например, на заводе АвтоВАЗ по ночам собирают москвичи паленые. Или Роллс-Ройсы. Или паленые Роллс-Ройсы. Швейцарцы сами своими руками в 90-е годы, как ты говоришь, начали, произошел вот этот подъем, большое развитие, вот это было модно, были целые агентства в Швейцарии, которые помогали отыскать тебе какие-нибудь корни какого-нибудь дедушки, у которого когда-то был какой-то там часовой уголок, может быть, он часы-то и не производил, может быть, там сидел, ремонтировал что-то, может быть, какие-то там отвертки точил для швейцарских мастеров там в соседнем доме, или что-то еще, неважно, да, находили какую-то вывеску с какой-то более-менее красивой там на слух фамилией, и можно было из этого создать некий Swiss Made бренд. Опять же, какие были скандалы в Швейцарии в те же самые там 90-е годы, когда многие бренды уходили от маркировки Swiss Made со словами, что она не позволяет в полной мере производить там часы под маркировкой Swiss Made, да, потому что можно было в значительной степени там какие-то компоненты, иногда целиком корпуса и прочее, прочее, даже почти собранные часы производить за границей, и, привозя их уже в Швейцарию, здесь их маркировать как Swiss Made. Такое было, безусловно, то есть, ну, это... Ну, мы сейчас совсем уйдем в конспирологию, что все швейцарские часы... Ну, мы идем не в конспирологию, здесь важно понять, что, безусловно, это не касается крупных, серьезных, авторитетных брендов, мануфактурных. Это касается вот этих новорожденных, или как возрожденных многих брендов, там из 90-х годов, опять же, не всех, безусловно, есть марки, которые полностью лоцированы в Швейцарии и так далее. Я сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что, ой, все швейцарцы там сделаны в Китае, пойми меня правильно, я говорю о том, что есть просто большая группа брендов, которая своими руками отдала китайским специалистам огромное количество достижений и наработок, позволила им набить руку на этом, и сейчас мы видим то, что мы, собственно, видим. Японцы дали китайцам кварц, швейцарцы дали классные дизайны. Ну, что, давайте это совместим вместе, давайте сделаем это дешево, сердито. И, ну, то есть сначала, понятно, это все производилось под оберткой действительно известных брендов и являлось подделками, но сейчас вот цель нашего подкаста, цель нашей с тобой беседы, все-таки, как я ее вижу, рассказать о том, что китайская часовая отрасль, она, несмотря на то, что оказалась в какой-то момент времени вот в таком, ну, не совсем удобном, не совсем корректном положении, да, они смысленно на это шли, я их не оправдываю, то есть я не адвокат дьявола, да, такой, что нет-нет, они хорошие, это вот вы все виноваты, да нет, ну, как есть хорошая фраза, исторически так сложилось. Так, ну, действительно, так исторически сложилось, так произошло, то, что мировая фабрика притянула на себя производство огромного количества продукции самых разных компаний, да, то есть я говорю, ну, давайте там поищем, там, оригинальные немецкие Adidas, да, давайте поищем американские iPhone, ну, где их взять-то, ну, их просто негде взять, потому что все это, конечно, производится на крупнейшей мировой фабрике в Китае. Но мы говорим про, вот, как раз такое, грубо говоря, ну, там, подделки и ширпотреб, и это как раз такой несправедливый миф про китайцев, потому что кроме вот этого есть еще много другого интересного в Китае. Безусловно. И я как часовой энтузиаст, конечно, переживаю то, что за вот этим вот лесом мы не видим чего-то такого интересного, да, то есть что есть там вот какие-то вот прекрасные образцы китайского производства, а мы видим вот это все такое вот, ну, какое-то не самое интересное. И как раз вот, я думаю, одна из причин, то, что как раз вот Дима рассказывал вот на первом подкасте про японцев, то, что они в основном часы производят для себя. И то же самое Китай, это огроменный рынок, просто гигантский, там, полтора миллиарда человек. Естественно, товаров очень много производится для себя, и уже там практически по остаточному принципу что-то там, ну, отдается другому, там, ближайшим каким-то странам. Я думаю, в основном Азия, они не всем подряд. Не совсем так, не совсем так, потому что современный вообще тренд вот последних лет буквально, он заключается в том, что китайцы стали очень сильно свои бренды ценить, они их стали очень сильно уважать, и они, ну, грубо скажу, заставляют свои бренды и вот свои продукты тоже уважать не только у себя на территории Китая. И здесь очень важный момент, когда мы говорим, что они все производят для себя, для внутреннего рынка, да, но кроме этого внутреннего рынка есть еще огромное количество других стран, которые также являются, ну, в общем-то, потенциально крупными и объемными рынками. Та же Россия, та же Европа, те же Соединенные Штаты, там, та же Латинская Америка, там, ну, наверное, такие наиболее покупательские, с точки зрения покупательской способности, привлекательные регионы. Ну, самый простой пример, который я привел бы не из часового рынка, это спортивная разная экипировка, то есть, например, вот такой бренд Ленинг китайский, он сейчас полным ходом подписывает звезд мирового марафона. Для чего они это делают? Они это делают не только для того, чтобы продаваться хорошо в Китае, потому что Ленинг в Китае и так лидер по продажам вообще там со всех сторон, то есть, это самый там топовый, самый популярный бренд. Они достаточно агрессивно начинают уже выходить с крепким маркетингом на мировые рынки. Там и баскетболисты, кстати, у них есть, впрочем, давно достаточно. Да, 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 то есть, и здесь очень важно понимать, что мы сейчас наблюдаем очень сильный такой и интересный поворот в истории вообще китайских брендов, то есть, как бы сейчас смешно не звучало для кого-то, да, потому что, я уверен, найдутся люди, которые скажут, да, все Китай, это все там фигня, это несерьезно, неинтересно, ничего они там, кроме подделок нам дать не могут, но там, я не знаю, там, к счастью, к сожалению. Автомобили, да? Ну, автомобили, опять же, очень хорошо. Мы уже пронаблюдали, что произошло. Как еще там 13-15 лет назад заходили сюда первые китайские, даже они не брендами заходили, они заходили мультибрендовыми салонами, если кто помнит, и, соответственно, там были некоторые разные марки, даже не столько марки, как конкретные позиции, конкретные модели, и они в большинстве своем, понятно, были очень крепко срисованы с разных уже тогда морально устаревших и японских, и немецких, и корейских автомобилей, но что, прошло вот сколько, буквально 10 лет с того момента, огромный прорыв они совершили, они стали делать крутые собственные дизайны, они стали делать какие-то совершенно сумасшедшие концепты, там и так далее, и так далее, то есть они зашли и в массовый сегмент, то есть, пожалуйста, если тебе нужна какая-то новая недорогая машина, тебе дорога, ну, куда? В Китай. Понятно, что у нас сейчас на российском рынке ситуация, она специфическая, в силу того, что у нас, как бы, конкуренция от разных других крупных брендов, она искусственно ушла, да, то есть она устранилась, и понятно, что с автомобилями китайцы очень агрессивно выходят на российский рынок, в силу того, что... Они бы все равно заходили, кстати, да? Они бы все равно заходили в любом случае. Это так кажется, что вот ушел BMW, и поэтому пришел какой-нибудь там, не знаю, зикор. Вот это очень важно понимать, что просто у нас причинно-следственная связь, то есть у нас сначала произошло ограничение российского рынка от там разных иностранных товаров, а потом на этой волне произошел очень сильный подъем. Если бы этого ограничения не произошло, этот подъем все равно произошел, безусловно, он бы происходил медленнее, он бы проходил не в таких объемах, но постепенно, постепенно китайцы бы свое место на рынке занимали. Это было бы неизбежно, потому что у них, ну, там, политика партии такая. То есть они должны быть здесь, они должны здесь тоже хорошо продаваться. Понятно, что мы для них, ну, не скажу, что погрешность, мы большой рынок, но, безусловно, который не может никак конкурировать с рынком внутренним. Ну, ни в коем случае, да, то есть у нас разница там в населении, да, она просто кратная, да, то есть, безусловно, людей там, способных на какие-то покупки внутри, это их гораздо больше, конечно. Но здесь важный момент, что и с брендами одежды, и с брендами автомобилей, и с брендами часов, в том числе наши товарищи, они выходят не только на соседний, ну, практически, да, там такой российский рынок, они выходят на рынок мировой. То есть об этом свидетельствует огромное количество, ну, сухих фактов, то есть привлечение, например, там, тех же каких-то именитых европейских дизайнеров, участие уже в европейских конкурсах и как автомобильного дизайна, так и часового дизайна, в том числе победа в этих конкурсах, да, об этом тоже мы расскажем. То есть зачем бы китайцам выходить в Женеву на конкурс, если бы у них не было амбиций выходить на европейский рынок? Ну, согласись, странно, не только же это ради россияне сделали, и не только ради своего внутреннего рынка, у них внутри и так все прекрасно покупалось. Нет, ну и внутри тоже что-то поменялось, и мне кажется, они похожи здесь на нас, потому что я помню, вот там лет 10 назад я всем рассказывал, что вот, давайте поддерживать российских производителей часов, и все говорят, да ну зачем, вот есть вот там швейцарцы, вот есть японцы, и то есть особо я так не находил отклика, ни там, ни среди коллег, ни среди людей, а сейчас совсем история поменялась, люди хотят даже людям интереснее покупать, например, российские часы, чем какие-то швейцарские, то есть как бы уже вот нет вот этого такого какого-то пиетета, и я так понимаю, что в Китае тоже произошло вот подобное, что люди уже вот, вот они вот раньше потребляли, потребляли все эти бренды, там вот, как бы вот этих там тех же европейцев, там, не знаю, каких-нибудь там американцев, если такие другие товары, а тут уже что-то хочется свое, и уже вот, не знаю, там политика партии, или просто такой вот ход времени, что идет какое-то внимание возвращается на свои бренды, на своих производителей, то есть как бы и там где-то поддержка своих, где-то какой-то более близкий дизайн, где-то там еще какие-то вещи там, ну самые разные. Конечно, я могу, ну думаю, что могу объяснить, в чем здесь причина. Ну, во-первых, понятно, что Китай сейчас одна из передовых и первых экономик мира, то есть там аккумулируется достаточно большой объем денежных средств, люди хотят, соответственно, эти денежные средства тратить, и Китай, он не закрыт для всех вот остальных швейцарских брендов, и Азиа, и, скажем, японских, и швейцарских, и любых других там немецких, французских, итальянских, каких угодно. И там, на внутреннем рынке, очень большая сейчас конкуренция, потому что все руководители, ну, может быть, не все руководители, но многие вот из тех там, чьи интервью я читал там за последние, там, может быть, несколько лет, все говорили, что, ребята, мы сейчас делаем очень большой фокус на Китай. То есть те же самые бренды Swatch Group, они там нанимают себе в бренд-амбассадоры самых-самых дорогих, самых топовых звезд местного там телевидения, местного кино и так далее. Для чего? Для того, чтобы там отъедать свой кусок рынка. И у них там самый большой. В основном как раз у Китая, США, это такой самый главный рынок у всех. И по этой логике китайские бренды, они оказываются в конкурентной среде. То есть там нет такого, что у них какая-то супер там монополия, они там сидят, почивают на лаврах, делают непонятно что, там непонятного качества, и люди это как такие хомячки идут и активно потребляют. Этого нет. Открытая достаточно страна с нормальной здоровой конкуренцией на рынке. И понятно, что и собственным брендам нужно там отстраиваться. И для того, чтобы отстроиться, как раз и происходит вот все то, о чем мы сейчас говорим, в том числе и участие. То есть они сейчас, мир он такой глобальный. То есть швейцарцы, они борются за место и в Швейцарии, и в Китае. Китайцы борются, в свою очередь, за место и у себя в Китае, и за место где-то, ну может быть пусть не в Швейцарии, но где-то и в каких-то европейских странах, и в значительной степени в тех же Соединенных Штатах. Поэтому одни пытаются продавать и здесь, и здесь, и другие также пытаются торговать и здесь, и здесь. Из этого получается очень интересная, забавная картина. То есть как одни на внешних рынках себя ведут, как другие себя на внешних рынках ведут, как на внутренних поступают и так далее. Это очень интересно, забавно наблюдать. Ну и, конечно, главный миф, который меня как-то прям беспокоит, это вот про то, что Китай, это значит дешево, это как-то просто и так далее. Потому что я помню еще даже, ну сейчас понятно, есть вот этот бум, да, на какие-то новые бренды, на новые рынки, на Китай, Японию и так далее. А, например, там лет 10 назад, вот мы приезжали в тот же Базель, и вот первый этаж вот этого первого зала, там был как раз вот там все вот эти вот, по-теке, сводчгрупп и так далее, да, то есть все там Rolex и так далее, а поднимаешься на второй этаж, и там как раз вот это Fieta и другие марки, там тут же рядом там Citizen, Sega как раз вот, да, вот все вот были подряд, они, причем, ну, в принципе, каждый год там особо не менялись, только, мне кажется, какие-то это... Ну, последние пару лет там были перестановки, да, когда кто-то отваливался, но... Ну, это уже, когда уже такой был закат Базеля, а вот до этого, то есть вот там лет 10 назад, оно всегда вот так вот было стабильно, и это были очень интересные часы, это были дорогие часы, помните, даже вот Fieta уже показывала какие-то вот эти вот космические свои разные истории, и это все был, ну, такой достаточно серьезный ценник, как раз вот в те годы мы наблюдали вот Grand Seiko, когда вот сначала превратился прямо в отдельный бренд-бренд, потом стал он заходить на разные рынки, и это, причем, был вот этот первый холл, да, а во втором холле был, например, там тот же, я не знаю, там, вот Куэрво Сабринус, да, вот это все-таки там были эти вот шезлонги, у них такой был стенд вот с этой вот кубинской тематикой, а рядом, я помню, мы все время заходили, такой, например, был бренд Лонжо, вот, и там, то есть это такие авторские часы, вот, они такие, как бы, ну, такие своеобразные, вот, по-азиатски, по-китайски, но сами техники там были, то есть какие-то миниатюры, это, например, лаковая, там, эмаль, там, маркетри, какая-то мозаика из, там, кусочков каких-то там дерева, там, или еще чего-то там, то есть, ну, причем, это очень тонкая, очень крутая работа, ну, и стоила она тоже, там, конечно, не как там Швейцария, но стоила серьезно, да, то есть это не был какой-то, вот, там, не знаю, ширпотреб, поэтому, конечно, когда мне говорят, что, ну, там, Китай, это что-то такое простое, меня это, мне хочется сказать, нет, друзья мои, есть о чем поговорить, но это было еще 10 лет назад, и все это дело развивалось, развивалось, росло, росло, вот, и сейчас мы, что, то есть, вот, вот, вот ты съездил в Гонконг, что вообще, какое у тебя было вот это впечатление? Про Гонконг с удовольствием расскажу, я хочу, вот, что, коль мы затронули тему Базеля и того, как там все происходило, это был, не соврать бы, 2008 год, уже далекий, и тогда разразился достаточно крупный скандал, связанный как раз с китайскими брендами, точнее, с китайским брендом, как раз с Сигалом, когда ребята из Рожеди Буи, который тогда еще не вошел, он же в сводчгруппу, да, по-моему, у нас как раз на рубеже, а, в Ричмонд, да, он вошел в Ричмонд, перестав быть там самостоятельным, мне кажется, это был такой своего рода дембельский аккорд, вообще напомнить о себе, не знаю, кто там кому проплатил, честно, но там скандал был совершенно великолепный, то есть, когда ребята из Рожеди Буи заявили, что Сигал у них полностью своровал концепцию Трубьона, и разбирательство проходило прямо в дни выставки, то есть, все там было очень круто, привлекли каких-то супер именитых экспертов, там, из IWC какого-то дедушку привлекли, еще кого-то, то есть, там, значит, собрали, там, независимо... Курт Клаус, наверное, нашел. Ну, по имени не помню, но точно помню, что человек был из IWC, значит, устроили вот там такое судилище, то есть, значит, выложили вот это все на общее обозрение, и заключение было такое, что вот этот Турбьон Сигаловский, он при там определенном внешнем сходстве, ну, вообще Турбьоны уже, давай будем откровенны, они так друг на друга-то в большинстве своем похожи, но он не имеет там ни одной общей детали, и не имеет ничего общего с вот тем Турбьоном отражать Буи, которые, в общем-то, пытались отстоять, якобы, защитить свою честь и так далее, и я вот для себя этот момент, я его как-то так зафиксировал в том плане, что вот этот пиар, там, условно, качество и уровня исполнения каких-то китайских вещей, он начался еще тогда, он начался не вчера, не в прошлом году. Такая веха. Да, то есть, как вот по мне, это началось тогда, и, конечно, у меня есть полнейшее ощущение того, что вся эта эпопея, она была, только я не знаю вот кем, вот бы узнать, было бы интересно, но это очень похоже на какой-то такой вброс, очень качественный, во всех газетах, там, ну, в журналах, там, в Европе Стар, там, в этом ежедневном вестнике Базеля, то есть, везде об этом написали, это так очень шумно раструбили, но какие мы из этого делаем выводы? То, что огромное количество людей из часовой индустрии, благодаря вот этому скандалу, узнало, в принципе, о существовании бренда Сигал, ну, многие, я думаю, кто-то мог не знать, да, то есть, кто там не супер там в тему погружен, а те, кто погружен, отфиксировали для себя то, что, а, Сигал делает турбионы, и эти турбионы, в общем-то, даже не похожи на рожать буи, то есть, это, как по мне, вот это было очень важное, знаковое событие, которое как раз, оно, это вот я пытаюсь этой историей проиллюстрировать твою мысль о том, что в массовом сознании китайские товары и продукты – это всегда что-то очень дешевое и что-то там очень массовое, но, как ты уже правильно заметил, что в разных небольших павильончиках и в разных небольших стендах там представляли, они там, ребята из Китая, часы с разными декоративными техниками, да? – А, еще был отдельный стенд, где всякие там сингапурцы были, гонконгцы, ювелирные, и там тоже было много, столько всего. – Ну, это такая прямо резервация была, мне было обидно за этот стенд. – Да, и там вот уже была резервация, и там, естественно, такие лютые вещи были, и вот это было очень интересно посмотреть, то есть, это был такой вот, ну, взрыв мозга. – Ну, конечно, когда ты подходишь на стенд, что-то там интересное видишь, хочешь спросить, а у людей обед, они едят лапшу из вот этих стаканчиков, и на тебя вообще внимания не обращают. – Или спят на столах. – Или спят на столах, ну, было такое. То есть, или, например, вот я тоже видел, как они друг в друга самолетиками бумажными кидали со стенда на стенд, им скучно было, то есть, там, потому что, ну, пустота в этих, ну, это резервация была реально, то есть, люди хотели вроде приобщиться к передовым каким-то часовым там трендам, там, в Базель приехать, там, на выставке поучаствовать, им сказали, да, можно, но вот там, вот в том углу, в отдельном здании, до которого там еще на трамвайчике ехать, да, то есть… – Там реально маршрутка была, то есть, ну, внутри выставки, да, то есть, нужно было на маршрутке ехать с такой специальной… – Ну, ребят очень сильно изолировали, но они там от скуки сидели, реально просто помирали, и мне было всегда за них очень обидно. И сейчас вот этот самый, видимо, пришел час расплаты, то есть, здесь мы как раз можем перейти уже к теме гонконгской выставки, о которой ты спросил немного ранее, то есть, там как раз вот у всех этих ребят… – Маленькую ремарку, только вот как раз вот про резервацию и так далее, просто у тебя еще была фраза про честную конкуренцию, конкурентную среду, но по факту, то есть, кажется, что вот эти все швейцарцы, такие милые европейцы, но на самом деле, ты вот заходишь с каким-нибудь там турбийоном, и если у них есть возможность тебя за этот турбийон, как бы взять и куда-то отправить подальше, то они это сделают. То есть, там на самом деле, то есть, они, да, такие все милые классные ребята, но если им есть вот возможность тебя как-то вот в общем отодвинуть с твоими там японцами, китайцами или еще кем-то, они как раз все вот возьмутся за руки и тебя не пустят. То есть, там не так-то все просто. И, ну, то есть, вот эта конкуренция, она только кажется, да, что вот есть какая-то такая вот честный рынок и так далее, там очень вот это жесткая такая, ну, там, это как бы рынок таких вот монополий, больших групп, то есть, там все очень на самом деле жестко, очень серьезно, просто так ты туда как-то вот не зайдешь, не пролезешь. Ну, это в значительной степени была еще и политика самой базельской выставки, то есть, ее дирекции, то есть, там, конечно, правила были очень жесткие, как многие говорят, что выставка в Базель, это такое соревнование юристов, то есть, потому что, кто какой цвет на стенде использовал, кто какое слово там на стенде написал, а оказывается, что какое-то слово там было кем-то уже запатентовано, ты этого просто-напросто не знал, к тебе приходят там со скандалами и так далее, то есть, это просто, как правило, остается за кадром. Но, без скандала, но с полицией, с юристами приходят и говорят, дорогой месье, пройдемте, то есть, там так просто все, без скандал, но очень это, но, короче, очень убедительно тебя уводят, то есть, да, поэтому, как бы, никаких нет иллюзий, и, кстати, я еще помню, еще один удар мощный по вот этому швейцарскому, вот этому супер мифу, крутому, да, который они выстраивали столько лет, это был, мне кажется, как раз, вот покупка от Такхоэр-механизма, когда вот это все стало, то есть, когда они были вынуждены признать, что, да, это были вот японские разработки, и, то есть, до сих пор, то есть, уже прошло сто лет, уже там и все поменялось, а все равно, да, люди до сих пор вспоминают, да, и там, иногда глядя на какие-то швейцарские часы, говорят, а, это там понятно, это да, то они вот и японцы, вкупили механизм, вот, и вот постепенно, постепенно, вот мы дошли до того, что уже вот этот вот миф швейцарский пошатнулся, и людям хочется чего-то еще, людям хочется каких-то других мифов, да, не только про легендарную легендарность и изысканную утонченность, но что-то вот там, хочется там японской технологичности, да, или там еще чего-то, и люди как раз, у меня в принципе, на самом деле, как родился вообще этот подкаст, то, что мне разные люди, как раз спрашивают про часы, и говорят, слушай, ну вот мы видим в машинах, что происходит, то есть много-много интересных, причем, предложений самых разных, да, и автомобилей, всякого спецтранспорта, какие-то грузовики, какие-то еще автомобили, вот производители китайские, вот, ну неужели в часах нет такого, неужели в часах, вот есть вот, не знаю, вот Apple Watch, швейцарцы, там вот, ну немножко вот японцы еще тут вот посередине, ничего не предлагают, и вот как раз я, собственно, может быть, это будет начало, про то, что вот, вот как раз тема нашей встречи, поэтому китайские часы, узнать, что же там вообще, ну, что происходит, что они могут показать, и что как раз, ну, all-time, такой всегда вот в авангарде, да, вот всего, то есть они всегда ищут какие-то новые ходы, новые бренды, новых партнеров, то есть новые какие-то там, ну там и в рекламе, и вообще во всем, всегда ищут какие-то новые ходы, то есть швейцарцы все-таки очень, очень такие неторопливые потихоньку, потихоньку, да, то все-таки all-time такой очень, такой живчик, вот, ну и, собственно, поэтому огромную часть рынка часового занимает, и всегда занимал, когда и были все бренды, вот, теперь, я так понимаю, это вот, народ-доль еще растет, и как раз вот интересно узнать, кем она прорастет, а, да, я, извини, перебил, сначала про Гонконг. Да, нет, все здесь взаимосвязано, просто, я хотел сказать, что вот произошел вот этот самый разворот, такого, ну, можно это назвать кармой, да, я не знаю, то есть, то есть, сейчас на гонконгской выставке швейцарские бренды сидят в некоторой резервации, вот, так, ну, ну, не прямо резервации, все-таки они находятся в основном здании, просто им какую-то выделяют отдельную секцию, которую они арендуют там совместно, в складчу, ну, и вот на этой, в этой зоне сидят, то есть нет, это понятно, что я очень сильно иронизирую, да, то есть, я не в каком случае… Но там кто-то есть прям вот крутой швейцарец, нет? Ну, сильно крутых там нет, потому что сильно крутых представляют дистрибьюторы, то есть, там есть стенды дистрибьюторов местных, которые говорят, вот, мы там привозим вот это, вот это, вот это, то есть, там бренды там высокого уровня, то есть, швейцарцы, они как раз там находятся, если в Базеле престиж стендов уменьшался от первого этажа к верхнему, то в Гонконге там наоборот, там первый этаж все-таки менее престижный, а третий этаж, он наиболее престижный, и как раз все-таки швейцарцы, они находились на третьем этаже, то есть уже нужно отдать должное, что их не запихали куда-то на самые задворки. Но могли, абсолютно могли, потому что какой уровень то есть я в Гонконге на выставке был много раз подряд, не помню точно сколько, но с 2013 года, то есть там понятно ковидные года вносили там свои там некоторые коррективы и так далее, то есть 5 или 6 раз точно я там был. И вот этот год на меня произвел, наверное, наиболее такое яркое впечатление, то ли может быть потому, что не был давно, и чуть-чуть что-то подзабылось, а может быть все-таки потому, что я многие вещи помню из-за того, что было раньше и насколько круче стало сейчас. Конечно же, приросло количество брендов, то есть как ты вначале говорил, то что proudly made in China, да, это они уже несут это с гордостью, то есть если раньше как-то мы так всегда все вот этого сторонились, такой вот там сделан в Китае, и они как-то так тоже робко об этом говорили сейчас, они уже полноценно, официально, сильно заявляют, что да, вот это наши китайские бренды, мы их производим вот здесь, вот они такие классные, все здорово, будем с ними работать. Одна из моих задач была как раз, то есть там помимо встреч с теми партнерами, с кем мы уже давно и плодотворно работаем, вот собственно их часы у нас здесь представлены, мы к ним, видимо, чуть позже просто перейдем и отдельно поговорим, ну поскольку это достаточно такое, мне кажется, интересное поле, нужно было, в общем-то, изучив там рынок, посмотрев, оценив где-то качество, где-то то, насколько хорошо маркетинг упакован, где вообще люди в принципе готовы нормально, хорошо, быстро, оперативно работать с нами, да, то есть там и так далее, то есть понять, ну то есть такой, как, ну, как говорят, поворонки, да, вот просеять, то есть посмотрев на всех, выбрать то, что может быть действительно интересно на российском рынке, с какими-то изюминками, с какими-то необычностями, с какими-то фишечками, оценить возможную стоимость этих продуктов, конечную в России, потому что есть определенные сложности сейчас там, где-то с логистикой, где-то еще с чем-то, то есть понять, сколько это будет стоить, насколько это конкурентно, относительно вообще там остальных других часов, и, собственно, запустить вот этот маховик, благодаря которому на наш рынок официально будут попадать новые китайские, даже не преимущественно, а именно китайские бренды, которые компания All Time будет дистрибутировать сюда официально, продавать, их здесь также официально обеспечивать, их здесь, там, собственной гарантией, обеспечивать здесь предпродажное, постпродажное обслуживание и так далее, потому что у многих тоже вот есть этот к вопросу о стереотипах, о том, что, ну, есть же там Алиэкспресс, есть там разные-разные другие площадки китайские, на которых там часы можно купить, не, купить-то можно, и без проблем, но часы, как мы знаем, продукт достаточно нежный, и я вот, например, никогда, вот честно, часы именно там механические, а мы в значительной степени сегодня будем говорить о механических часах, я бы, например, с пересылкой никогда в жизни бы заказывать не стал, потому что я боюсь, ну, сам понимаешь, чего, ну, то есть, некачественная транспортировка, ты отдал, мы говорим сейчас о том, что часы китайские, они брендовые, они зачастую уже не так дешевы, как многие к ним привыкли, и, ну, просто страшно, я бы не рискнул, мы, в свою очередь, организуем нормальные консолидированные поставки, это все приезжает, проходит предпродажную подготовку, мы смотрим, все ли с часами в порядке, нет ли каких-то внешних дефектов, там, нет ли каких-то там отклонений по точности хода, там, и так далее, то есть, все это проверяется, и в продажу уже поступают часы, скажем так, ну, официальные, то есть, в чем разница между часами, официально купленными, да, и неофициально, то, что, во-первых, за них здесь российское юрлицо ответственность несет, то есть, если у тебя с ними вдруг даже случатся какие-то сложности, понятно, куда идти, кому обращаться, вот, и, соответственно, компания-то тебя там в беде, что называется, не оставит, на период гарантийного срока тебя там по гарантии, если случай гарантийный, обслужат, ну, если ты там часы, условно, сам там разбил, там, не знаю, утопил или что-то с ним там плохое сделал, ну, тоже тебя не бросят, помогут там, ну, с платным, но с квалифицированным ремонтом. Ну, да, ты в любом случае, то есть, в любом случае сразу создается какая-то инфраструктура. Да, потому что заказываются запчасти, заказываются ремешки сменные и так далее, и так далее, то есть, когда ты покупаешь это самостоятельно где-то, ты один на один со своей проблемой, это вот очень важно, этот, как и, в принципе, там, опять же, уж мы об этом вольно или невольно мы так отсылаемся к рынку автомобильному, то есть, можно, например, технически, это возможно, например, пригнать себе автомобиль из Соединенных Штатов Америки, если сильно хочется, там, Кадиллак какой-нибудь или Форд, но ты будешь с ним один на один. Да, я только хотел сказать про машину, или какой-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь китайский бренд, который только у них появился, и какой бы он классный не был, там, может быть, доступно или еще что-то, ты его привез, а тут пока нет никакой инфраструктуры, и что ты потом будешь с ним делать, да, то есть, как его чинить, тем более, сейчас это все цифровое, вся вот эта диагностика и так далее. Часами тут, конечно, ну, в чем-то проще, в чем-то даже, может, сложнее. У меня тут недавно такая мысль, суперкрутая пришла, что любые часы, вообще любые, неважно, сколько они стоят, это всегда предмет роскоши. Ну, то есть, в любом случае, то есть, неважно, какая стоимость, будь там, пять тысяч рублей, десять тысяч рублей, или сто пятьдесят, или двести, или там, несколько миллионов, это в любом случае, для человека, который приобретает, это будет являться предметом роскоши. Ну, украшение, да, то есть, может быть, не доступа роскоши, но все равно какое-то как украшение. Ну, возможно, я вот именно здесь все-таки склоняюсь к именно такой формулировке, потому что, ты, когда, то есть, часы вот в пирамиде потребления, да, они находятся где-то очень-очень высоко, когда ты все нижние свои вот эти задачки закрыл, там, связанные там с едой, безопасностью, там, жильем, там, какими-то там неизбежными там потребностями, какими-то там оплатами, там, всего, что угодно на свете, от коммуналки, там, до каких-то там кредитных там обязательств и так далее. И вот только в конце, когда уже вот ты уже такой думаешь, а вот на что бы, мне потратить вот эти свои, то есть, я именно с этой точки зрения рассуждаю, что часы, они в любом случае, то есть, ну, как правило. Слушай, я тут не согласен, потому что, если, если у тебя не будет, я считаю, как бы, я на мир как смотрю, как представитель такого старого поколения, что, если у тебя нет часов, то ты все остальные потребности не закроешь, ни в еде, ни в воде, ни в жилье, то есть, ты везде опознаешь, и все, в общем, про это. И в подтверждение моих слов, если мы смотрим таможенную статистику, там, доковидную, то есть, по-моему, там 500, 600 тысяч корпусов Casio и 10 тысяч роликсов. Вот, это, как бы, такой один, там, по-моему, из пиков было, вот, часового этого потребления в России, то есть, то, что официально везли. Я думаю, что все-таки, вот эти, там, 500, там, почти 600 тысяч корпусов Casio, там, я так понимаю, что там, наверное, включается, по-моему, все, все бренды Casio, но оно там, ну, там мало, что это, как какой-то люкс, то есть, в основном, все-таки, все равно, это, как вот, ну, как часы, которые ты носишь, тебе удобно, то есть, ну, в основном, люди все равно, я думаю, большинство людей смотрят, именно время по часам, и большинство часов, они, прямо вот, используются по своему прямому назначению, ну, и это удобно, то есть, мне, правда, сейчас удобно смотреть, возможно, мы сейчас уже с тобой уходим в тему, какого-то другого подкаста, чтобы это было, но хочется, чтобы это было красиво, то есть, хочется все равно, чтобы это было украшение, то есть, Ты время посмотришь на телефоне, ты говоришь, что часы не нужны. Но иди попробуй своей жене объяснить, что ей не нужны, например, украшения. Что бриллианты это все маркетинговая разводка, что тебя обманывают и так далее. И, ну, я думаю, что обычно люди не делают этого, потому что понимают, так сказать, что это, все возможные проблемы, которые здесь последуют. Поэтому здесь, конечно, часы, хочется, чтобы они были красивые, поэтому мы как бы как раз вообще их обсуждаем, про них спорим и так далее. Потому что мы спорим, кстати, чаще всего как раз про, ну, даже не про дизайн, а про какой-то внешний вид. То есть я вот, например, почему, когда люди, например, такие душные часа, говорят, здесь этот механизм, поэтому эти часы не могут стоить, там, не знаю, 100 тысяч рублей. Они должны стоить, там, не больше, не знаю, 70 тысяч рублей, потому что механизм такой-то, такой-то. Я их видел вот в тех часах. Я говорю, слушай, но главное в часах все-таки, за что мы платим в первую очередь деньги, это какая-то вот идея. То есть что вообще вокруг них стоит, то есть что вообще за ними есть, то есть что они даже не то, что они символизируют окружающим, а просто вот какое-то вот, ну, какое-то эмоциональное впечатление. И если у швейцарцев много-много лет, они даже прям целая федерация у них есть, которые как раз занимались вот этим вот развитием популяризации вот этой легенды SwissMate, что SwissMate это круто, SwissMate это там вот преемственность и так далее. И они вот все вместе этим занимались, хотя они даже там между собой конкуренты, но при этом они все равно льют воду все на вот одну свою вот эту вот мельницу. Там у японцев тоже вот своя мельница, вот, и у китайцев как раз... А какая же мельница у китайцев? Да, какая же мельница, да, у китайцев, поэтому тут, в общем, в этом плане и стенды тоже нужны, да, то есть вот сейчас, например, была выставка московская, как бы классная выставка, она каждый год становится все серьезнее и серьезнее, то есть люди там вот там приезжают, делают заказы. Вот я общался с разными участниками и все говорят, слушайте, мы даже не ожидали, что нам и места уже не хватает и что, как бы, все равно раньше это было просто какие-то встречи, общения, то есть какой-то такой этот, не знаю, там, ну, какой-то это, нетворкинг, да, как сейчас говорят, а сейчас там прямо вот люди стоят в очереди, дилеры приезжают к дистрибьюторам и прямо вот делают заказы, 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 заказы. Толтайм там тоже участвовал, как уже никак, только, ну, никак представители розницы, но и как оптовая компания, да, об этом тоже отдельно, наверное, расскажу, и как раз, в общем-то, одно из направлений, это выход в оптовый сегмент, в том числе и с брендами из Китая, потому что с теми, вот, например, которые два бренда у нас сегодня будут представлены здесь, вот физически, да, часы у нас находятся, это те марки, которые мы уже, там, скажем, не один год отработали в своей сети, знаем их сильные, там, какие-то незначительные слабые места, и это то, что мы уже готовы без сомнений, без опасений отдавать людям в работу в другие регионы, ну, или там, неважно, в другие сети и так далее, чтобы наполнять, там, тот, опять же, возможно, там, ну, я не могу сказать, что на рынке сейчас какой-то вакуум образовался, это будет неправильно и нечестно, потому что даже то, что ты сказал про выставку сейчас, это, ну, гораздо более, там, правильно и, как сказать, разумно, что, ну, это подчеркивает, что дефицита товара сейчас нет. Брендов огромное количество, и желающих, кстати сказать, в том числе и даже швейцарских брендов, которые с огромным удовольствием и радостью там обходят различные там санкции, да, или так далее, их тоже много, ну, удлиняются логистические немножечко цепочки, там, где-то там чуть-чуть увеличивается стоимость и так далее. И очень важно здесь подчеркнуть, это, вот, наверное, очень важная мысль, которую я хотел бы донести, что мы работаем с китайскими брендами не от безысходности, от того, что, ой, ну, других-то марок не стало больше работать. Вы занимаетесь до того, как это стало мейнстримом, да? Да, то есть, и наоборот, сейчас это направление хотим еще сильнее развивать и усиливать, не вопреки, а благодаря тому, что, вот, я уже говорил вначале, что китайцы, они стали очень большое внимание уделять маркетингу, они стали большое очень внимание уделять оригинальности дизайна. Я даже сейчас вопрос качества в расчет не беру, потому что, когда мы продаем часы китайские стоимостью, там, от 100 до 200 тысяч рублей, здесь вопрос качества вообще даже вставать уже не должен. Они априори хорошо исполнены, они качественно сделаны, в них отсутствует брак, ну, он, скажем так... Да, они надежные, да? Они надежные, да, то есть, это уже часы, произведенные по вообще всем, там, опять же, только мировым стандартам, да, то есть, а судьи кто, да? Да, то есть, это действительно классные, качественные вещи, но уже обладающие какими-то оригинальными особенностями, именно тем, ради чего мы вообще, почему и для чего мы любим часы ими интересуемся, когда в часах есть какая-то идея. Собственно, и вот этот весь собравшийся пазл, то есть, в некотором смысле, некоторый дефицит, скажем, привычных нам брендов традиционных, он имеется. Да, мы, как бы, врать нагло и говорить, что, ой, вы знаете, там, да, мы, там, не чувствуем, что, там, как бы, с уходом, там, условно, с вотч-группы, да, мы, там, ничего не заметили. Да, конечно, заметили. Конечно, люди, там, в поисковых запросах, ну, значительно, там, чаще ищут какие-то, там, известные бренды, но технически их сейчас приобрести все сложнее и сложнее, да? Да, там, понятно, где-то серый импорт, где-то параллельный импорт, где-то еще какой-то, то есть, да, там, на рынок что-то пробивается, но, опять же, это, вот, нас относит к той тематике, которую я говорил до этого, то есть, все-таки, часы, купленные из официальной поставки, это часы, купленные из официальной поставки, они обеспечены гарантией, там, ответственностью продавца и так далее, а когда ты, там, условный, там, простите, лонжин на Авито покупаешь, ну, ты с ним остаешься один на один, поэтому мы хотим стоять на рельсах. Или ломбард какой-то, да, тоже, тут, как бы, ты, если что-то не так, то, ну, ты сам выбрал этот путь. Да, 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 и идея наша обеспечить рынок белым нормальным товаром в разных ценовых сегментах, в разных нишах и в том числе и китайскими брендами, то есть, они не являются доминирующими в нашем портфеле, то есть, у нас очень хорошие, там, партнерские отношения и связи с огромным количеством разных брендов и из Европы и так далее, ну, из Швейцарии, из Германии. И из Италии и так далее, то есть, вообще никаких проблем нет, этот сегмент у нас хорошо заполнен, но для того, чтобы дать покупателю возможность выбора, да, то есть, побольше посидеть на сайте, поковыряться в каких-то новых необычных названиях, в необычных дизайнах и так далее. Именно для этого, для создания вот часового, ну, для наполненности вот этого часового рынка, для более полного широкого портфеля, именно для этого мы эти часы везем, то есть, ни в коем случае, там, не от каких-то обратных причин, а, я подчеркну, что не вопреки, а благодаря. Ну, вот, кстати, это тоже важный момент, то, что, вот, я вот говорю, что у меня люди спрашивают про китайские часы, они спрашивают, это не то, что они хотят, там, тот же Ланжин, но только, там, не знаю, вот, с какой-то спагодой, да, на логотипе. Они хотят что-то вот интересное, что-то другое, то есть, какое-то вот это, то есть, они видят, что в автомобилях, да, там, все равно есть, как бы, свой подход, есть какое-то вот свое понимание развития, там, автомобильного, например, дизайна, да, и они хотят тут тоже что-то вот узнать, а что вообще происходит, то есть, они не хотят купить, там, там, очередной дайвер, похожий на миллион всех дайверов, там, или очередной пилот, похожий на все пилоты, то есть, они именно хотят узнать, что вообще, вот, как бы, интересного такого, то, что, вот, как раз их будет, ну, украшать, да, как вот то, что мы говорили, что это украшение. И вопрос про Гонконг. Стали ли китайцы как раз больше в маркетинг играть? Потому что швейцарцы в этом и сера, а китайцы как-то к этому так с пустя рукава раньше относились. Значительно круче все стало. То есть, чтобы было понятно, я просто буквально пару примеров, наверное, приведу. Есть некоторые бренды, которые я сейчас, например, назвать их, они вообще в России пока еще неизвестны, потому что мы только планируем их сюда привезти. Но, например, это бренды, у которых имеются уже официальные коллаборации с франшизой Трансформеры или, например, с франшизой фильмов Fast and Furious. Форсаж. А, ну Форсаж, да, точно. То есть, с франшизой Форсаж. То есть, это такие первые ласточки, но, например, предположить, что это мог бы быть какой-то швейцарский бренд, какой-нибудь спортивный, какой-нибудь такой хай-тек модерновый, который бы пошел к Форсажу, кто-то бы пошел к Трансформерам. Это не детские часы, это взрослые для таких уже достаточно возрастных мальчиков. Пожалуйста. Это прекрасные примеры. Это совместный проект, это не мерч. Да, да, да. То есть, это часы, выполненные в определенных стилистиках, по лицензии, официально и так далее. То есть, это, опять же, к вопросу о том, что наши товарищи, они метят в том числе и на иностранные рынки, то есть, заходя на них, через понятные для тех же условных американцев, вот их классические там такие либо боевики, либо приключенческие фильмы, то есть, вот это происходит. Это происходит уже сейчас. И я уверен, что в том числе и эти часы, они в скором времени окажутся и у нас на сайте, и в нашей сети, и, возможно, в сетях и магазинах наших партнеров, если они проявят желание с этими брендами поработать. То есть, пожалуйста, например, это как бы один из примеров. Не говорю уже про качество упаковки, не говорю уже про там суперклассные фирменные там подарочные вот эти пакеты, которых раньше там у китайцев вообще нормальных коробок там раньше никогда не было. Сейчас потрясающее качество исполнения, то есть, для более дорогих моделей там будет и дерево, там будет и рояльный лак, и все, что хочешь. Для каких-то более модерновых, каких-то интересных, там будут и переработанные материалы в какой-то интересной подаче, там будут и, например, вот те же самые книжки от Сиги, которые мы сейчас здесь видим. То есть, кто-то, можно так вот, если повернуть, да, то есть, кто-то может сказать, что это как такая библиотека, да, то есть, такое все в формате книжек. Но это такая вот современная, модерновая упаковка. Какого качества фотосъемки стали они предоставлять? Какого качества видеоролики они начали снимать? И так далее, и так далее. То есть, это все то, что мы так, ну, имея некий бэкграунд часовой журналистики, да, с тобой оба, то, что мы так, например, всегда любили у швейцарцев, да, то есть, ты там пишешь, а пришлите мне, пожалуйста, там вот что-нибудь вот про эту модель. Тебя просто завалят фотографиями. Огромные пресс-зоны, где вообще есть все-все-все. Да, в миллионах разных ракурсов, там крутые рендеры, там все отрисовано, все там вылизано, там хоть на обложку, хоть на билборд, куда угодно эту фотографию размещать. И по 10 лебов на одни часы. Да. Вот сейчас примерно по такому же пути у нас движутся и китайские бренды. То есть, пока эти шаги достаточно, может быть, не такие прям семимильные, да, и робкими я их уже не назову. То есть, нет у меня такого, сказать, ну, пока еще. Они не стараются, у них уже хорошо получается. Вот это очень важно понять. И, например, ну, я не знаю, может быть, нам стоит попробовать уже перейти к... Я просто еще хотел сказать, то, что вот как раз нашим, вот я всегда говорю, что нашим брендам чего не хватает, то, что не все строят, то есть, они иногда хотят сделать какой-то вот максимально конкурентный по цене продукт, но не строят бренд, а людям все равно нужен какой-то вот бренд. Не потому, что они какие-то брендозависимые, да, или еще что-то, или нужны какие-то обязательные селебы и так далее, но людям хочется вот какую-то вокруг вот что-то вот иметь больше, чем просто вот там механизм, циферблат и так далее. То есть, это как бы скучновато, то все-таки хочется, чтобы была какая-то идея. Поэтому идея, что у нас мы не тратим деньги на маркетинг, поэтому у нас типа честная цена, но, слушайте, а люди хотят, а люди хотят, чтобы потратили, да, поэтому там просто есть там такие, как раз эти, апологеты, что как будто бы вот где-то честная цена и так далее. То есть, это все очень... А, и еще такое, ну, не то, чтобы инсайдер, ну, можно сказать, инсайдерская информация, кто просто в часах не вращается. Что еще вот интересно, вот из этих всех новостей происходит, то, что как раз вот, ну, в общем, швейцарские, не только же, японские компании, они многие там или на паузе, или вообще как-то закрылись в России, да, максимально сократились. И, собственно, а что произошло с людьми, которые там работали, да? То есть, ну, вот прекрасный Дмитрий перешел, например, усилил команду All-Time. Ну, при этом еще вот много-много людей. И что происходит? То, что там небольшое, на самом деле, число людей уехало там куда-то, там, в Дубай или еще куда-то работать, а в основном люди все переходят, то есть, из люкса швейцарского переходят в люкс какой-то другой. И кто-то там переходит какой-то там, не знаю, там, бьюти, там, еще что-то. Но в основном, сейчас мы смотрим команды маркетинговые, например, вот этих вот люксовых, там, китайских автомобилей, и видим как раз наших старых знакомых, с которыми мы там раньше, ну, в том числе, твои коллеги там есть, да? Вот, по сей круз, и там из этих вот высоких этажей из Сити, где сидел Ричмонд и так далее. То есть, мы там видим как раз, что вот маркетологи из швейцарских компаний, там, из немецких и прочих, переходят вот в те самые вот азиатские разные-самые разные компании, ну, в том числе автомобильные компании. Как раз, а почему они туда переходят? Потому что азиаты как раз набирают людей, кто знает, как вот это строить бренды, у кого есть уже вот набита рука, вот это есть вот эта компетенция, так сказать, чтобы вот все упаковывать, да? Потому что даже если есть товар, его еще все равно надо красиво упаковать, красиво подать, красиво продемонстрировать покупателю, ну, и потом опять-таки на уровне вести, потому что, то есть, ну, там работа просто вот в какой-то компании, работа в люксе, там есть, в общем, вот эти вот свои нюансы. И вот этот вот бэкграунд работы там во французских, швейцарских и прочих компаниях, он как раз вот азиатами ценится, потому что, ну, это такая, то есть, ну, это, в общем, не посмотришь в мастер-классе на YouTube, то есть, это все равно надо вот вариться вот в этой вот каше. Вот, а мы как раз от красивой упаковки переходим к красивой упаковке. Переходим к красивой упаковке, да, и я бы хотел, наверное, такую сделать. Это ружье, которое у нас висело два акта уже. Да, должно, да, должно, должно выстрелить уже наконец-то. Или взорваться. Или взорваться, да. Или взорваться. Я хотел бы вот разделить нашу последующую с тобой беседу на три таких важных части, то есть, логически, не знаю, как будет более правильно это выстроить, да, то есть, в первой я бы показал вот буквально два из брендов, которые у нас уже давно в работе, с которыми у нас прекрасные как там торговые связи, так и, можно сказать, уже дружеские какие-то сформировались и так далее. И, ну, самое главное, это бренды коммерчески успешные. То есть, это то, что, наверное, стало для нас таким маркером того, что с китайскими брендами можно работать. И можно работать хорошо и качественно, то есть, хорошо их правильно продавать, люди будут довольны, там, и так далее, и так далее. То есть, здесь вот две марки, которые, наверное, такие самые, одна самая такая скандальная, самая, ну, не самая скандальная, но такая точно, я думаю, что комментариев по ней мы соберем с тобой достаточно большое количество, потому что отношение к ней крайне неоднозначное, но от этого интереснее. Я даже, знаешь, у меня еще такая сейчас мысль, то есть, какой-то человек просто зашел, то есть, открыл это видео, чтобы посмотреть обзор там Сиги и Царь-бомба, а при этом ему пришлось полтора часа послушать, да, про историю, про то, как там люди уволились швейцарцев и ушли в китайские компании автомобильные. Ну, да, давай уже будем переходить к часам, но я думаю, что здесь как раз нас в чем-то, получается, китайцы, то есть, какие-то мифы там, ну, в общем, тут, в принципе, и про то, и про другое есть что сказать. Безусловно. Я попробую сейчас в силу там того, что мы достаточно подрастянули, мне кажется, хронометраж, попробую быть максимально таким быстрым, пройду там по основным тезисам. То есть, вот сейчас здесь передо мной в нескольких коробках часы от бренда Царь-бомба. Название, конечно, такое, да, бомбическое. Многие, и, кстати, интересный факт, что очень многие думали, что этот бренд мы вообще произвели сами под себя, заказав где-то у какого-то китайского производителя и просто, так сказать, такой private label себе создали. Но это не так. Эта марка уже не первый год существующая на рынке. Ее создал китаец американского происхождения. То есть, он сейчас там живет между США и Гонконгом. Наверное, американец китайского происхождения. Ой, ну да, 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 я оговорился, да. Американец китайского происхождения, все правильно. Очень такой интересный, увлеченный вот этим вопросом молодой человек. Очень такой динамичный, сам тоже яркий, такой, как вот, как часы. Мне кажется, очень, вот, тот случай, когда отражают часы, как говорят, ну, собака похожа на хозяина, да, то здесь часы похожи на владельца бренда. То есть, очень такой, в хорошем смысле, шебутной такой товарищ. И почему, многие говорят, царь-бомба, да, почему так называется? У него не было изначально вообще каких-то больших амбиций с выходом на российский рынок, как-то он их не закладывал. Но день рождения его, и год, и месяц, и дата совпадают с датой испытания вот той самой огромной советской атомной бомбы, которая называлась царь-бомба. И он, однажды об этом факте узнав, такой, говорит, тут прикольно. То есть, ну, такой вот. Когда в Яндексе набираешь царь-бомбы, то сразу вот выпадает очень много не про часы, а как раз вот про ту самую бомбу. Да. И я еще подумал, что вот когда ее испытали, там три раза вокруг Земли вот эта вот волна облетела. Я думаю, что вот когда... Ну, волна от этих часов... Некоторые швейцарцы, когда видят эти часы, наверное, у них тоже потом волна облетает всю Швейцарию. Безусловно, сто процентов. Как минимум. Понятно, что к данной марке предъявляют, ну, можно сказать, главную, единственную претензию, что она в значительной степени эксплуатирует достаточно известный мотив в форме корпуса. Я так аккуратно скажу. Ну, вообще, в целом, дизайн, ну, естественно, дизайн похож на Ришар Миль. То есть, ну, как бы... Я думаю, что здесь, как бы, все-таки этот китайец, он как раз... Он не то, что вдохновился Ришар Миль, а у него как раз была идея сделать что-то такое, но что-то, я так понимаю, сделать бюджетное. Ну, да. И здесь очень важный вопрос, что, скажем так, данная форма корпуса, она, ну, она и у Кустаса есть, там достаточно хорошо развита, и вот у Ришар Миля, ну, и у разных других... Нет, и на самом деле Ришар Миль-то это новая компания. Да, да, да. И до него бочка использовалась. Просто она... Это вот эта мода, да, там квадратные, круглые бочки... Именно такая агрессивная, яркая бочка, скелетонизированная. То есть, да, она стала популярной благодаря этим брендам. И понятно, что огромное количество есть людей, желающих этими часами обладать в подобном дизайне, но, к сожалению, они упираются в то, что, там, тот же Ришар Миль, они вряд ли могут себе позволить. Ну, там, будем там откровенны, да, то есть, часы очень дорогие и, соответственно, не всем доступны. Это является... Это манит тысяч от ста. Просто я думаю, что Ришар Миль все-таки бренд... Как раз вот чем отлич... В основном, вот китайцы, да, обычно в чем их обвиняют, что они там копируют какие-то швейцарцы, но они обычно копируют максимально такие популярные образы, ну, то есть, там, тот же Сабмаринер, да, Сабмаринер или какой-нибудь там пилот, то есть, это как бы такие уже вот, которые вот общий такой вид понятен. Вот. Здесь у нас интересно то, что он взял дизайн часов, которые... Ну, они, конечно, мы можем сказать, что какие-то они такие модные, интересные, но все равно, я думаю, широкие... Даже, я думаю, кто вот у вас их покупает, они в основном, наверное, бренды, не знают, да? Ну, в смысле, Ришар Миль. То есть, они, скорее всего, им нравится дизайн, но они даже... Это же такой бренд, но абсолютно не на слуху. То есть, это надо как-то очень... То есть, а для тех, кто, например, вот видел, знает и хочет, но денег хватает, грубо говоря, там, только на какую-то не очень там дорогую там подделку, то... Которую, опять же, там, ты покупаешь, да, и она у тебя там разваливается на ходу буквально там за какое-то короткое время, то здесь ты можешь в бренде, который, причем, не просто где-то там на коленке сделан, да? То есть, вот у них, у Царь-бомбы на гонконгской выставке как раз хороший такой интересный стенд, я туда пробиться смог... Мне это нужно было, там, помимо основной моей встречи на этом стенде, мне там нужно было еще какие-то документы там забрать, передать. Там, без шуток, стояла просто, ну, не очередь, но время все было жестко расписано, то есть, с большого количества рынков люди туда идут, люди хотят с этим брендом работать, и это такое для меня, ну, там, самая, скажем так, хорошая, качественная такая лакмусовая бумажка, позволяющая вообще понять, насколько бренд востребован. Второй критерий, да, который очень важен для нас, как для все-таки компании коммерческой, да, то есть, мы говорим о продажах, очень хорошо продается марка. Она продается как в онлайне хорошо, так и в физических магазинах хорошо, и более того скажу, что среди вот всех брендов, которые мы представляли на Moscow Watch Expo, она была лидером по проявленному интересу, ну, проявленный интерес это такая, знаешь, я могу тоже на выставке к разным брендам интерес проявлять, мы сейчас имеем уже, вот спустя буквально чуть больше месяца, мы имеем уже несколько заключенных оптовых контрактов на продажу данной марки в независимый часовой ритейл в России, то есть, а люди, которые работают в часовом ритейле уже даже не первое десятилетие, их вообще очень трудно обмануть, их очень трудно подсунуть им что-то, сказать, ой, это такое классное, вот это прям такое здоровское, вы это берите, то у вас будет так хорошо продаваться, они скажут, мальчик, ну ты чего? При этом они что-то новое особо тоже не принимают, как вот помню, когда пошла у швейцарцев мода на цвета, тоже люди из регионов, такие говорили, ну да, зеленые у них там модные, типа, пусть они носят, у нас хотят черный циферблат, мы вот заказали их там, 100 корпусов, вот, будем продавать. И люди, скажем так, стоящие в авангарде российского часового ритейла, они как раз выбор свой сделали в пользу данной марки. Если говорить о каких-то измеримых параметрах, о технических, то здесь в значительной степени используются механизмы японского производства от Seiko, то есть здесь, знаешь, говорить о том, что к ним с точки зрения качества, ну, вообще претензий, ну, ровно ноль, то есть, кто там когда-то скажет, что там какие-то проблемы есть. А с точки зрения компоновки корпусов, материалов, здесь, конечно, полная раздоль. То есть мы здесь принесли буквально несколько моделей, я думаю, что ты в подсъемах каких-то их отдельно покажешь дополнительно. Здесь есть и карбон настоящий, здесь есть и там слоеный ABS-пластик, очень интересный по фактуре по своей. Есть традиционные стальные варианты и так далее, и так далее. Есть, например, вот у меня здесь вот эта моделька стоит, просто черная сталь, ну, сталь в черном виде покрытия, кварцевый хронограф, выполненный вообще супер потрясающе, очень качественно сделан, и стоит это все там меньше 30 тысяч рублей. Наиболее дорогие модели, например, в корпусах из карбона, они стоят чуть дороже 60 тысяч рублей. Но при том, какой уровень исполнения, какой уровень детализации, как это все сделано очень круто и качественно, когда нужна какая-то яркая, броская какая-то вещь, ну, безусловно, это не первые часы, которые человек, скорее всего, себе покупает. То есть, когда уже вот что-то есть, там что-то походил, поносил, и такой, блин, что-то хочется вот такого необычного, хочется как-то чего-то из ряда вон. Это вот тот самый случай. Но ты их не спросил, что вот как бы вот у вас такой вот интересный дизайн, но слишком они, ну, слишком вдохновлены, скажем так. То есть, вот на выставке, то есть, я бы его спросил, сказал бы, что, окей, ребята, хотите сделать какие-то необычные классные часы, то есть, у вас есть какие-то референсы, но как-то вот дальше, да, то есть, что-то вот... Ну, смотри, во-первых, я привез с тобой часы преимущественно такого яркого дизайна, типичного, да, вот для этого бочкообразного корпуса. В бренде масса и других решений. Там есть и квадратные корпуса, есть и круглые, там и так далее, там разных там количеств граней, но почему-то все всегда вот цепляются именно за этот корпус, говорят, ну, что ж, как вам не стыдно. Ну, это что-то есть, о чем поспорить, конечно, да, то есть, как раз вот обсудить, что вот они похожи на Ришар Милле, а Ришар Милле, он такой вот... На слуху и очень, да, такой хайповый, может быть, там не супер такой вот известный образ, как Роликс, но там, тем более, сейчас смотрю, там много всякие рэперы носят, американцы, всякие там вот футболисты, тоже их обожают, да, там разные, ну, и разные спортсмены. Ну, смотри, я не знаю, насколько это у нас будет там для записи и последующей там публикации, там то, что я сейчас скажу, но вот владелец бренда, он в самое ближайшее время собирается оказаться в России, как бы у нас в гостях, и при большом желании и хорошем стечении обстоятельств, я думаю, что можно было бы даже, возможно, его куда-то пригласить, А, вот это, будет, да, интересно, и как раз ему это все это... И ты сможешь лично, не через меня, а задать ему данный вопрос, поговорить там о дизайне, обо всем, и вот, я не знаю, если зрителям было бы это интересно, то такое уже, скажем, встречу на троих... А, слушай, ну, кстати, да, может быть, так что пишите вопросы, с ним можно было бы организовать, потому что очень интересно показать, кто реально стоит за таким брендом, за его производством, за его продвижением и так далее, и здесь, ну, мне кажется, это могло бы быть интересно. Я-то всегда, на самом деле, некоторые думают, что я там как-то это, за каких-то швейцарцев, за дорогих, на самом деле, я наоборот, мне кажется, даже топил за всякие микробренды, но те, которые вот максимально что-то вот делают эдако и необычно, ну, и у швейцарцев тоже, которые делают что-то прям совсем такое вот, из ряда вон выходящее, ну, что-то вот свое-свое, поэтому здесь, конечно, я, кстати, видел на сайте, что есть часы, как бы какой-то свой дизайн, а есть часы, которые вот тут, ну, на что-то похожи, и поэтому было бы как раз интересно у него спросить, как это у них все происходит в, так сказать, ну, в динамике, да, но это, причем здесь-то, как бы, если можно придраться, то вот у нас есть другой отличный представитель, да, Китая, который как раз говорит, а у нас есть что показать, мы дизайн умеем. Давай так скажем, царь-бомба, это такой некий переходный мостик, то есть, это очень хороший, очень качественный китайский бренд, важно, да, то есть, это бренд, который в части своего ассортимента все-таки, там, да, где-то копирует, ну, опять же, что копирует, вот эту форму корпуса, да, мы уже с тобой говорили, что нот всего 7, и там данный корпус, он у большого количества брендов есть в эксплуатации, и, то есть, если каждый выходил, а давайте сейчас за круглые корпуса пойдем, всем будем тыкать, говорить, ай-ай-ай, как не стыдно, то есть, это уже вопрос такой вкусовщины. У марки аудитория делится ровно на две группы, это хейтеры, кто говорит, что это вообще ужасно, неприемлемо, и этого быть не должно, и люди, которые с радостью эти часы носят, и покупают, точнее, сначала покупают, а потом с радостью, с удовольствием их носят, вот и все, поэтому здесь, ну, при разговоре о любых часах, мы неизбежно коснемся вопроса вкусовщины, то есть, я, кстати, замечал, что даже не вкусовщина, это же такое часовое, такое неофитство, то есть, когда человек начал погружаться в часы, он какие-то часы знает, и он, когда видит какие-то другие часы, он их сразу с чем-то сравнивает, и поэтому получается, что человек видит хронограф такой, о, это там Дайтона, там видит, не знаю, там Дайвер, о, это, это, короче, копия Ролекса, ему говорят, слушайте, ну, смотрите, они не похожи, там, или еще что-то там, на Адемар тоже там все видят какие-то копии, хотя, у меня даже как-то было, я взял как раз вот часы, которые там вот, эти, Аморис Лукра Айкон, и взял Адемар, и я вот их снимаю, и говорю, слушайте, а в чем они похожи, ну, они правда, они не похожи, то есть, там, здесь гайка, корпус, здесь он круглый, то есть, да, есть вот эти элементы дизайна, которые создают вот какой-то вот, ну, такой вот образ, там, каких-то грани, но, в принципе, если вот так вот вы берете рядом, они не похожи, то есть, это вот, ну, часто, на самом деле, люди видят какие-то в чем-то, прям копию чего-то там, потому что просто они, ну, так сказать, не держали их в руках, просто у них так, что вот, ну, недостаточно вот этой вот широты, как бы, на осмотре, самые разные вот этой вот часовой истории, там, ну, или просто они про не знают, какого там обвиняют, какой-то, допустим, какой-нибудь там, Ланжин обвиняет, что у него часы какие-то похожи на что-то, но, я вот был у них в музее, у них огромный музей, они любой дизайн могут подойти, там, у них огромные вот эти вот залежи вообще, чего только не было у них за всю эту историю, и они могут выпустить практически любой дизайн, который, да, для вас будет похож, потому что сейчас есть тренд на там, допустим, на там, такой-то там, на такой-то потек или на такой-то Rolex, но у них действительно был свой дизайн, вот, здесь, как бы, ну, просто у китайцев нет, к сожалению, вот этой вот истории, да, то есть они не могут сослаться на свое какое-то вот это Легаси, но здесь это, Это, по сути, получается такая, вот, например, что происходит в моде, да, то есть, ну, мужчины более такие консервативные, у них примерно вот все вот так очень похоже, а у женщин, ну, все-таки в женской моде там много какого-то разнообразия, и получается, что какой-то вот супер, там, лакшери бренд запускает что-то, вот, какую-то форму, я не знаю, там, каблука, платформу или там какой-то вот крой, там, платье и так далее, и потом мы видим у масс-маркета это дело, как бы, ну, перерабатывается творчески как-то, да, но, в принципе, примерно в этом же стиле выпускается много-много всего, да, то есть, есть какая-то вот, я знаю, там, есть Louis Vuitton, а есть Zara, да, есть Prada, есть там еще какие-то бренды, и здесь тоже получается вот такая вот у вас, то есть, вы, в общем, хотите дать людям такую вот часовую Zara, да? Ну, да, можно это назвать и так, без проблем, только это главное, чтобы это была Zara, а не за 100 долларов Louis Vuitton. Да, 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 а чем отличается Zara от Louis Vuitton за 100 долларов? То, что, например, вот тот же вот вот эти часы, например, я смотрю на них, там черный, как раз мы говорили, ПИВД, а у какого-то будет вот именно, какого-то вот с Алиэкспресса товарища, да, такого вот просто бюджетного, это будет просто какая-то краска, которая, то есть, ну, это, в общем, почему я против каких-то вот этих вот всех, вот этих вот законств Алиэкспрессовских, потому что это все очень недолговечное, то есть это получается ты покупаешь часы, которые в часах мы любим, когда они стареют с душой, то есть они как-то вот и вот брендовые вещи, за что мы любим, то что они со временем даже как-то у них какая-то появляется какой-то характер свой, да, с какими-то трещинами, потертостями и так далее вот этим часам 10 лет и у них ход, кстати лучше, чем у начальных швейцарцев, вот, а когда мы покупаем что-то вот Алиэкспрессовское дешевое оно вот там тут же оботрется как-то поломается, то есть это какая-то аксессуарщина, вот, а здесь это вот я все-таки вижу, ну действительно часы-часы, хотя... Мы видим часы, да, что важно то есть это не подделка это не там какое-то непонятное изделие, то есть это часы, то есть очень важно понимать, что их можно любить их можно не любить, там можно меня любить, можно не любить то есть это примерно одного поля как бы вопроса То есть, если тебе нравится дизайн, если тебе нравится исполнение, качество, если ты понимаешь, что за этим стоит какая-то достаточно интересная история, почему нет? И то, что мы вначале говорили про швейцарцев с их армией, этих адвокатов, как раз если есть уж к чему придраться, то это сделают не ютуб-комментаторы, а это сделают швейцарские адвокаты. Они придут там, в общем, если есть за что зацепиться, они зацепятся. Поэтому это, конечно, интересное развитие, и если будет возможность с ним пообщаться, это было бы на самом деле очень интересно. Мы попробуем это организовать, надеюсь. Так что пишите в комментариях ваши вопросы, что бы вы хотели спросить у автора, создателя данного бренда. Ну что же, мы тогда перейдем, наверное, к второму нашему бренду на сегодня. Тут уж точно не подкопаешься, тут даже швейцарцы, наоборот, не то что прикопались с этими своими адвокатами, оценили, они оценили, наградили. Да, льстили, в гости пригласили, да, как говорится. Тогда, если мы начали говорить про те часы, которые были... Ну, он, собственно, значок как раз здесь. Да, ну, здесь, собственно, у меня здесь он тоже есть. Это, давай так, это бренд Siga Design. Это в каком-то смысле бренд, в первую очередь, дизайнерский. То есть даже уже по организации упаковки можно обратить внимание, да, то есть что сделано все очень интересно и необычно. Часы здесь упакованы вот таким вот образом. То есть здесь на всех языках мира написана фраза, что у нас есть только один дом, у нас есть только одна планета, и вот эта модель, которая как раз и у тебя, и у меня просто у тебя версия мужская в синем цвете, вероятнее всего в титане, в титановом корпусе, если я все правильно помню и понимаю. У меня же версия часов женская в белой керамике. Ну и здесь у нее, соответственно, есть пара сменных ремешков. Один как раз тоже из керамики. Вот он здесь у меня такой хорошенький, такой тяжелый, увесистый. И сами часы. То есть уже здесь владелец, точнее, ну, в моем случае владелица, скорее всего, она может уже сама выбрать либо мягкий, комфортный силиконовый ремешок, то также в белом свете, либо уже ремешок керамический. Главная особенность этих часов, равно как тех, что и у тебя, и у меня в руках находятся, это совершенно необычная... То есть, ну, здесь на циферблате нет стрелок. Это, наверное, первое и наиболее важное. И здесь мы видим очень необычную индикацию, очень нетипичную. То есть здесь планета такая достаточно выпуклая с... Не можешь достать? Давай, помогу. Я вот что хочу сказать про часы, то что... Какая моя реакция? Даже там, вот, неважно, вам нравятся они или нет, но мы должны признать, что, ну, наконец-то, кто-то что-то делает интересное, необычное, И совершенно не похожее на... Потому что, вот, кстати, как это вот опять-таки и в машинах то же самое, и в часах, и в многое в чем, то, что как раз вот то, что тут есть такая, да, вот такая-то фраза, что эти... Раньше вот миром правили инженеры, да, а теперь правят маркетологи. И, то есть, а маркетологам им проще как раз сделать одно и то же и придумать вокруг этого красивую легенду, да, что вот, как бы, там, швейцарцы, не знаю, там, один и тот же станок, там, одни и те же стрелки делают столетиями и называют это преемственность. Хотя, ну, можно сказать, что это такая бережливость, да, то есть такая оптимизация процессов и так далее. Но при этом хочется, чтобы как-то вот, как-то процесс вообще развивался, то есть что-то было, ну, чтобы часы были не очередные, часы, которые вот это вот переиздание, там, дайверов 60-х, там, пилотов 70-х и так далее, а чтобы, ну, вот что-то вообще появлялось новое, да, чтобы какая-то вот, как-то мысль росла. Ну, ты знаешь, как что-то новое, ну, как каждый раз что-то новое выдавать, там, например, каждый год, наверное, тоже не совсем возможно и не совсем правильно, даже с точки зрения того же маркетинга, в том смысле, что часы – это товар достаточно небыстрый. То есть мы сейчас, например, с тобой вот оперируем моделями, которые получали свои призы в 19-м, 20-м годах. То есть кто-то скажет, ой, это было-то уже давно, там, вы чё? Но при этом вот эта слава, облетев, там, весь, можно сказать, земной шар, да, она позволяет этим часам до сих пор продаваться очень круто. Как раз это дизайн не трендовый, это дизайн не скоротечный, это не фэшн-бренд, это бренд именно часовой, и данный дизайн, он очень долгоиграющий, он очень долгоживущий, то есть он будет актуальным, мне кажется, в любое время, то есть спустя и 5, и 10, и 15, и 20 лет, эти часы всегда, тысячу процентов, они будут привлекать внимание, вызывать вопросы, типа, вау, а что это у тебя? Как раз вот я хотел сказать, хотя вообще не думаю, что мы вспомним про это, но как раз вот магазин All Time на Русаковской, два этажа часов, а третий этаж – это музей часов, музей часов и времени, если вы там не были, интересуетесь часами, обязательно там нужно побывать, очень популярный музей, хотя, казалось бы, часы вроде бы такая узкая тема, на самом деле там постоянно очень много людей, там водят экскурсию, то есть вот все время работы, как бы вот и магазины часов, там всегда кто-то есть, потому что очень интересно как раз смотреть на то, как вот менялся дизайн, и мы видим то, что, например, в Советском Союзе, про который говорят там, что вот они там что-то вот в Советском Союзе, вот делали что-то вот такое вот максимально простое, утилитарное, и все такое, знаешь, типа Страшника, там часов просто, там столько всяких разных дизайнов, просто потрясающе, и кроме вот этих вот, ну, которые стали вообще там суперлегендами, там компрессор, гагаринские, там такие-сякие, там, но при этом столько всего разного, и вот были моменты, когда просто вот дизайнеры, просто какие-то треугольные корпуса, какие-то вот в виде призм, каких-то вот треугольников, квадратов, чего только не было, и как раз вот этого, честно, мне вот очень в часах, вот этого сейчас вот в текущей ситуации, часовой вот в той же самой швейцарской не хватает, то, что, опять-таки, маркетологи, да, захватившие власть, они смотрят, так, что у нас там люди покупали в то прошлом году, ага, дайверы покупали, кто у нас там популярный дайвер, это там, не знаю, там, роликс, да, ну вот давайте фигачить, что-то похожее на роликс, вот, а хочется, чтобы вот все-таки вот какая-то вот мысль вот развивалась, чтобы что-то было интересное, и в этом плане как раз вот Сига красавчики, потому что это надо иметь, как бы, смелость, да, смелость, да, точно, чтобы выпускать что-то необычное, чтобы свое какое-то вот, ну, слово сказать, которое, ну, абсолютно вопреки стандартному швейцарскому, ну, вообще мировому дизайну. Да, я просто буквально хотел пару слов рассказать о технологическом решении, которое здесь применено, то есть, во-первых, здесь вот эта планета, которая в центре выполняет, в общем, роль часовой стрелки, по сути, она выполнена в достаточно такой необычной технологии микрофрезеровки, то есть, каждая, каждая вот эта, каждая планетка, она фрезеруется отдельно, и здесь, благодаря вот этой всей технологии, даже соблюдены пропорции рельефа, то есть, некоторых, там, гор, островов и так далее, то есть, здесь очень интересно и полезно эту, скажем так, карту порассматривать, ну, учитывая, что здесь все-таки практически в центре нее находится Китай, то есть, это... Да, то есть, такой не совсем привычный наш глобус или карта. Да, на глобус мы с этой стороны не всегда смотрели, не так часто и не совсем привычно видеть нам глобус в таком виде, но там такой получился Китай-центричный, будем так его называть, на одном краю... То есть, такой Тихий океан у нас, да? Да-да-да, по центру Тихий океан, да. И по центру, ой, по центру ты меня сбил, с края находится изображение компаса, и один из указателей этого компаса, он как раз выполняет функцию часовой стрелки. Планета вращается, выполняет за день два полных оборота, и, соответственно, выполняет функцию часовой стрелки, проходя два полных круга. А вот минутная шкала, минутная, она вращается одновременно с этой самой планетой и описывает полный круг вокруг нее каждый час. То есть, к такой необычной индикации, конечно же, нужно привыкнуть, и время по этим часам смотреть, ну, честно скажу, не прям-таки удобно. Но, и будем откровенны, что часы эти не для того, чтобы по ним время смотреть. Нет, ну, это такой, даже не, как сказать, не полутора стрелочник, а такой стрелочно-дисковый такая индикация. Нет, в принципе, я как раз вот, я люблю вот всякое такое необычное. У меня есть там и однострелочник, и 24 часа, и, в общем, чего только нет. Поэтому, в принципе, да, в принципе, понятно, получается... Нет, втянуться можно, и привыкнуть тоже. Тут вопрос желания. Самое главное, конечно, это то, что часы супер необычные, супер в оригинальном решении, награждены уже не первый год в Женеве на часовом гран-при... Ну, как он правильно, давай, ты лучше... Гран-при для Женив, да. Гран-при высокого часового искусства. Женевское гран-при. Такой часовой Оскар. Да, забирают они себе победу в номинации челлендж, то есть вызов. И, конечно, действительно, часы, ну, в каком-то смысле вызывающие, с точки зрения своего конструктива, с точки зрения исполнения, вещь... Ну, такая, правда, смелость, да, такая? Да, вещь, как по мне, вещь сногсшибательная. То есть мне они безумно нравятся. Но при этом механизм, тут перлаж, все дела, то есть очень аккуратно. Да-да-да, конечно, механизм. А здесь какой механизм? Здесь стоит механизм Сигал, но с глубокой доработкой. То есть с надстроенным модулем, ну, для того, чтобы вращать вот эту всю конструкцию именно в том виде, в котором нужно. То есть как, ну, опять же, мы сейчас вот уйдем в хайне наших швейцарских коллег, да, то есть когда, ну, есть какой-то базовый калибр, грубо говоря, да, там какая-то классическая, там, ЭТА 28-24, да, и дальше над ней существует большое количество надстроек разных модулей, там, такого календаря, сякого календаря, там, такой даты, сякой даты и прочее, прочее. То есть там самые разные вариации, то есть на этом же калибре тоже делают и часы с дисковой индикацией, в том числе, ну, равно как и здесь. То есть здесь за базу взят оригинальный китайский калибр от Сигала, хорошенечко доработан, и вот в этом тюнинге он уже и нашел место в корпусе данных часов. И это даже круто, кстати, потому что если бы здесь была какая-то, ну, какая-то швейцарская история, это было бы... Не было чем-то таким тепло-ламповым китайским каким-то проектом. Нет, это из разряда Proudly Made in China, то есть это то, что с гордостью сделано в Китае. И есть у меня еще две. А у этих товарищей в основном, я так просто смотрел, по-моему, в основном как раз вот Сейка, хронограф, причем Мека-Кварц, и, ну, как раз, то есть, грубо говоря, вот у себя про Сейка на руке, собрана в Китае, про которую никто не скажет, что это китайские часы, то есть это непонские часы. Да, и я так и хотел тоже, мы с тобой, мы в каждом, на каждой встрече с тобой, вот в предыдущем, мы всегда, а что у тебя на руке, что у тебя на руке? И ты сказал, что ты пришел в китайских часах, я сказал, Хред тоже пришел, по сути, в часах китайских, просто я еще не обжился ни одной новинкой для себя китайской. Честно сказать, вот без шуток, я очень хочу, но мне трудно выбрать. Выбор велик, и я еще, честно, для себя не понял, какие именно я часы себе хочу приобрести. Так, может быть, как раз вот это вот часы будут твои, которые мы сейчас открываем? Ну, с меньшей вероятностью, потому что все-таки дизайн этот не совсем мой, скажем так, но я думаю... Это такой конструктор. Это конструктор, да-да-да, то есть здесь механизм спрятан в такую капсулу круглую, и есть три на выбор разных корпуса и сменный ремешок, то есть это такой, можно сказать, конструктор, юный часовщик, ну такой на минималках, то есть можно там в каждый день входить в часах с новым корпусом. Обрати внимание, как... Швейцарский тоже не дал сто лет сделать, да, то есть там вот начальные как раз в свою группу... Как изящно, посмотри, пожалуйста, как круто сделаны на корпусе боковые кнопки, которые позволяют отщелкнуть вот эту внешнюю оболочку. Попробуй понажимай, вот просто мне интересны твои тактильные ощущения. Не, ну, вообще очень приятно, так вот, конечно, в руках держать, это как раз... Вот за что мы еще любим часы, и почему одни часы дорогие, а другие нет, да? Это вот это вот, какое-то вот качество выделки, да? То есть вот это вот именно все эти допуски, все эти материалы, они как раз вот из них складываются вот это вот впечатление. Не, понимаешь, какая-то надпись написана с каким-то брендом? Да, здесь мы говорим про качество исполнения, про то, насколько это сделано круто, насколько это продумано, то есть это и уровень инженерии, это уровень и дизайна, и, конечно же, уровень физической реализации данной задумки. И, конечно, глядя на эти часы, держа их в руках, ну вот, если бы мы с тобой не задавали тему такую, что вот это у нас подкаст, посвященный именно китайским часам, вот мы вам сейчас здесь расскажем и покажем, если бы данные часы были лишены логотипа и устроить, так называемую, слепую дегустацию, да, и послушать мнение экспертов, сказать, ребят, вот как вы думаете, да, что за часы, откуда они, сколько бы они могли стоить? Я уверен, что оценку бы они получили достаточно высокую. Нет, даже наоборот, знаешь, не у экспертов, а наоборот, вот как на улице бывают спрашивают люди, не знаю, бренды часовые читаются, потому что у меня было такое, что, то есть у меня вот обычно у нас там в студии лежат какие-то разные часы там странные, каких-то необычных дизайнов, и как раз вот, когда это швейцарские часы, то это, если они еще и странные, то они обычно дорогие, и люди всегда такие в шоке, там, за что там, здесь там, 6 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, то есть у людей такое, ну, как бы, недоумение, и они говорят, ну, может быть, это какая-то великая марка, которую я не знаю, или что, то есть, ну, просто в Швейцарии все дорого, да, просто таковы правила игры. Я не скажу, что в Китае все дешево. Опять-таки, за тех юристов надо очень много денег платить, вот, поэтому, а если себя квадратные, нет? Квадратные, нет, я квадратную не принес, вот почему-то мне показалось, что вот эти модели будет интереснее показать, в силу того, что у них есть, в них концепции больше. Квадратные, это просто, ну, по сути, часы с квадратным корпусом, ты сможешь их подсветить где-нибудь в виде какой-нибудь картинки. вот эти часы, опять-таки, превратятся, ну, мне очень нравится, там, потому что там еще керамика, еще и цветная керамика, то есть, там, например, у меня знакомые, как раз, вот мы пришли вместе, там, у нас была небольшая компания, как раз, вот пришли на стенд к вам на выставке вот Москового Чекспа, и он увидел, такой стал смотреть, причем у человека, мне кажется, в основном такие достаточно классические часы, там много, там, и советского этажа, Панерай он часто носит, еще что-то есть из Швейцарии, а Шаппар у него еще есть, то есть, в основном, такая, достаточно такой сет традиционный, Саша, привет, вот, и он увидел, говорит, слушай, классные часы, интересные, я говорю, наверное, надо еще тебе, вот Джордана, вот такого там, вот такие фиолетовые, ему понравились, я говорю, еще вот Ким Джордан, вот такого цвета, еще будет прям классный такой набор, он такой, да, круто, и реально сразу купил сходу, потому что, вот, как раз, я его спросил, говорю, а почему ты их купил, то есть, какая мотивация, мне интересно было, и он говорит, мне понравилось, что вот они такие необычные, что это вот что-то, что-то новое, то есть, они выглядят качественно, они выглядят интересно, и при этом, это какой-то новый дизайн, то есть, что-то, какое-то, в общем, развитие часовой темы. Да, и, собственно, вот, наверное, последняя модель из тех, которые я принес, и она для меня особенно интересна, особенно привлекательна, то есть, мы так все часы здесь демонстрируем, даже без ремешков, нет, конечно же, ремешки здесь у нас в упаковках в комплекте есть, даже зачастую их по два здесь, эти часы очень непростые, хотя визуально похожи просто на обычный скелетон, но на самом деле это скелетон, скелетон необычный, и я уже тебе за кадром про него рассказал, так сказать, раскрыл секрет, это скелетон, у которого механизм, по сути, интегрирован в циферблат, то есть, если зачастую у скелетонов, у них, ну, попросту в циферблате выпилены какие-то отверстия, которые... Ну, или просто часто нет даже циферблата, и там еще в платине они что-то выпилят. То здесь механизм, по сути, собран на циферблате, то есть, циферблат и является платиной, по сути, механизма, на нем закреплены различные винты, закреплены какие-то опорные камни, и, ну, выполнено реально очень круто. То есть, может быть, со стороны не всегда не сразу понятно, но качество идеи, ее реализация, исполнение, конечно, вот для меня сногсшибательный. здесь на упаковке как раз Майкл Янг изображен, это немецкий дизайнер, если я правильно помню, по-моему, он все-таки немец, очень титулованный дяденька в области дизайна, особенно промышленного, и вот он в сотрудничестве с Сигой выпустил вот такие часы. Очень классные, очень интересные, и что самое привлекательное, самое такое приятное в данном случае, это одни из самых доступных часов в линейке вообще у Сиги. А, кстати, да, сколько, от скольких, от какой? Те часы из линейки Blue Planet, которые мы показывали с тобой в начале, они стоят, версия, которая была у тебя в руках, 117 тысяч рублей, у меня 145, которая была белая, женская керамика. Вот часы-конструктор, который у тебя, это 65 тысяч рублей, и вот эта модель, которая у меня здесь в руках, от дизайнера Майкла Янга, она стоит, в зависимости от исполнения, там есть разные ремешки, их несколько вариаций, но примерно 35-37 тысяч рублей, в зависимости от версии. А, вот это бюджетно. Это абсолютно. По нашим временам, просто еще даже не все следят постоянно за ценами. Конечно, это абсолютно бюджетно, но, я еще раз хочу повториться, за такую концепцию дизайна, за такое качество исполнения, за подгонку деталей, элементов, это просто, ну, то есть, если мы говорим про сухие вещи, типа баланса. У твоих бывших сейков с таким бюджетом вообще делать нечего в наше время. Да-да-да, конечно, то есть, ну, там, ну, другой подход, там, опять же, ну, более авторитетный бренд, то есть, опять же, там, мануфактура, и так далее, и так далее. Здесь, все-таки, ребята пока используют сигаловские калибры покупные, то есть, здесь, скажем так, большую ценность в данных часах все-таки представляет именно дизайн-концепция и качество исполнения. По поводу цен, там, прочих всех подробностей и так далее, то есть, в любом случае, у нас будут ссылки в описании на AllTime, где как раз можно будет это все посмотреть, вот, плюс, я думаю, может быть, мы оставим e-mail для, то есть, у нас, в принципе, у меня всегда такая еще вот в Инстаграме, особенно аудитория, много разных там дилеров со всей страны, то есть, там, руководители компании, всякие там дилеры и так далее, да, то есть, в этом плане AllTime здесь еще выступает и как оптовая компания, так что, я думаю, что оставим в описании твой e-mail, чтобы можно было обсудить вот эти вот моменты и, конечно же, ждем в комментариях вопросы, как раз вот с дизайнером, что можно спросить у Царь Бомба, может быть, у Сига и тоже где-то на каких-то выставках пообщаемся тоже вообще, что у вас, как бы, осталось вот, про эти часы, вообще про китайские, какие есть вопросы, будем стараться, как бы, вот эту вот все, вот эту вот пелену, все эти мифы разогнать, да, то есть, ну и я думаю, что мы достаточно все вроде бы там честно, да, сказали, да, то есть, где необычный дизайн, он там свой, какой-то странный дизайн, он свой, где там какие-то вот есть заимствования, какие-то тренды, то есть, вот они передают тренды, и еще у меня такая, друзья, просьба по поводу комментариев, это то, что я очень хочу с Дмитрием записать еще один подкаст, но чтобы он пришел уже не как представитель компании AllTime, вот, а как человек, который такой очень активный человек из спорта, то есть, я думаю, кто следит за ним в Инстаграме, знает, что он постоянно, он день через день, или у него какой-то веломарафон, какой-то ультра, айрон, беговой, то есть, он бежит, плавает, куда-то бежит, все время плывет и так далее, вот, и мне хотелось бы... От себя не получается от себя убежать, все равно никак. Да, ну, от часов, как минимум, точно уже много лет не может убежать к нашей радости, и мне хотелось бы, чтобы, знаешь, у нас был такой отдельный подкаст про спортивные часы и спорт, но спортивные часы, естественно, не там, не ролик с Дайтона, а именно часы, какие люди вообще, которые занимаются спортом, вот в таких, причем, ну, такие достаточно серьезные нагрузки дают своему организму и своим часам, то есть, какие они носят часы, какие часы, в каких там ситуациях, как себя ведут, я думаю, что многим было бы это интересно, да, потому что мы как бы выбираем там те же самые спортивные часы, потому что вроде как они должны выдерживать нечто большее, чем костюмники, хотя на деле там они, участок спорта неприменим, вот, то есть, это такая огромная тема, тоже там, не знаю, там, ну, на час минимум, вот, я надеюсь, что мы там, может быть, в начале года, как-то, может быть, ну, какой-то, в общем, подкаст или что-то такое придумаем на эту тему, вот, если вам это интересно, пожалуйста, тоже напишите в комментариях, ну, и, конечно же, про Китай, что вам понравилось, что не понравилось, в общем, не стесняйтесь, ну, обычно вы не стесняйтесь выражениях и эмоциях, вот, будем ждать ваших комментариев, и, конечно, Дмитрий, еще раз на там подкастах, на там, на самые разные темы, ну, какие-то, которые связаны с часами, мы, по-другому у нас, видимо, не получится. Важных моментов, что мы не успели рассказать, то, что мы рассказали про бренды, которые уже продаются, и, как бы, уже там, имеют историю про продаж в All Time, а есть марки, как раз, которые, вот, что мы все про Гонконг говорили-говорили, и Дима не рассказал, что же он там выбрал, как раз, чтобы вам привезти, нас всех порадовать, вот, и, но, видимо, не знаю, видимо, это, может быть, там, будет уже, там, в отдельной программе, я, причем, мне, Дима, со мной поделился, даже, некоторыми брендами, там, тоже, кстати, они заявлялись на, на этот, вот, Женевское гран-при, то есть, они тоже там, в разных этих участвуют, посмотрим, победят они или нет, даже, как раз, сегодня вечером, будут эти, названы победители, вот, но, в любом случае, будет много интересного, как мы заявим, вообще, назовем, Я бы с удовольствием, ну, потому что это уже, скажем так, не является, по сути, коммерческой тайной, то есть, это уже такой запущенный процесс, мы, скажем так, разделили уже, то есть, я, понятно, сделал такую, некоторую выборку, привез ее на суд всем коллегам, мы все-таки коллегиально эти вопросы решаем, и, вот, сейчас мы разделили эти бренды на несколько эшелонов, то есть, например, три самых таких коммерчески перспективных мы уже, вот, в самое ближайшее время привезем в Россию, это будет первый бренд, он называется Агилосор, марка очень интересная, марка очень самобытная, марка, которая работает как раз уже по мануфактурному признаку, то есть, у них свое производство, в том числе механизмов, они делают совершенно потрясающие вещи, то есть, они делают очень интересные хитрые турбионы, они делают часы в корпусах из сапфирового стекла, они там вовсю используют различные метеориты для оформления циферблатов и так далее, все, что мы любим, такие вот необычные какие-то ходы, связанные с материалами, с компоновками и так далее, все там в этом бренде есть, очень хорошая марка, мне видится максимально перспективной, поэтому с ней мы вот прям с одной из первых начали вести переговоры и уже сейчас находимся на стадии оформления первой поставки. Вторая марка, которая мне максимально понравилась, и вот ты говорил, что пришел я сам без китайских часов на руке, я думаю, что именно вот в этом втором бренде, который называется Ideal Knight, то есть не ночь, а рыцарь, слово по-английски звучит практически идентично, такой некий идеальный рыцарь, то есть часы просто сногсшибательные, то есть это весь бренд турбионный, то есть для меня это тоже нечто такое новое, то есть необычное, то есть необычное, классно обработанный механизм, и какой там финиш, как мы раньше когда писали, там статьи какие-то про вот, вот внимание к деталям, эта фраза, вот внимание к деталям, это вот именно про эти часы, там очень все сделано круто, очень богатая у них комплектация, то есть там огромная такая деревянная коробка, в ней металлическая такая врезка, в этой металлической врезке огромное такое увеличительное стекло, под этим стеклом в этой коробке лежат твои часы, в комплекте... А швейцарцы теперь, великие марки, наоборот у тебя картонные переноски, еще хвалят с этим, что это экология, нет, экология это большая деревянная коробка, вот это экология. Часы все идут в комплекте с металлическим браслетом и двумя сменными кожаными ремнями, то есть там очень богатая комплектация, там все инструменты для смены необходимые, увеличительное стекло дополнительное, то есть они говорят, мы не боимся, пожалуйста, причем там стекло какой-то высочанной кратности, то есть там прям очень хорошо можно рассмотреть, они говорят, мы не боимся, рассматривайте, пожалуйста, у нас все сделано очень круто. И ценовой диапазон очень комфортный для российского рынка будет, я не буду сейчас называть цен в силу того, что все-таки у нас достаточно плавающий курс, и мы не совсем понятно, по какому курсу мы будем это все привозить, но цены очень интересные на эти часы, привлекательные. Но все равно это будет уже такое высокое часовое искусство. Ну, я бы не так амбициозно не заявил, что это высокое часовое искусство, но, скажем так, это часы в зазоре там 3-4 тысяч долларов. Ну, в любом случае, да, то есть это уже что-то такое весомое. Ну, это более дорогие изделия, более интересные, более сложные. Мне вот безумно понравились, коллеги мои восторг, в общем-то, разделили, именно поэтому также бренд заказан, мы с ним планируем поработать. И третья марка... Я прошу прощения, как раз вот этот идеальный рыцарь, как раз вот он заявлен на Женевском часовом Оскаре, так что швейцарцы его туда пропустили. Я вот так как раз про них смотрел вообще, что-то хотелось посмотреть, что это, как это выглядит. То есть так что швейцарцы их пропустили, значит, там уж точно не подкопаться. И даже вот как бы это, нехотя, но пустили вот в свою, да, в свою эту вот вотчину, на свой этот часовой Оскар. И если вдруг кто-то упал в обморок и только сейчас поднялся, просто только сказал, что китайские часы там от 3-4 тысяч долларов, то посмотрите обязательно еще наш первый подкаст, где как раз мы обсуждали японские часы, и говорили о том, что в принципе там вот японские часы, там 3-4 и больше тысяч долларов, это норма. Это норма. Это норма. И это понятно почему. И то есть вот если так, что если у вас какой-то вот эти вот присутствуют мифы, штампы и так далее, какие-то клише про там цены на там азиатские часы, избавляйтесь от них в помощи нашей подкасты. Да. И третья марка, которую я хотел бы заявить, это бренд Infantry. Это бренд как раз более бюджетный. То есть там розничные цены, вот нынешние заявлены, там в диапазоне от 200 до 500 долларов. То есть это достаточно бюджетная марка, но с очень интересным дизайном, с интересной концепцией. Где-то местами там есть у них ряд корпусов, которые, безусловно, кто-то скажет, что крайне похожи и глубоко вдохновлены брендом Bell & Ross. Ну, это квадратные корпуса с такими яркими пилотскими часами. То есть я думаю, что здесь на этом поле тоже не единственная марка, которая делает что-то подобное. Но помимо этого у них огромное количество очень интересных моделей. они делают упор на часовые конструкторы. То есть когда у тебя, вот как мы видели в примере с SIG, но здесь у тебя просто одна такая верхняя часть корпуса на защелке закрывает вот эту капсулу, там конструкция чуть более сложная, там больше деталей, там больше шансов у тебя почувствовать себя уже продвинутым часовщиком. То есть там есть с чем поиграться, там есть с чем заняться. То есть здесь, конечно, вот то, что у тебя сейчас в руках от SIG, здесь, ну, классно сделано, откровенно скажем. То есть вот сделано супер. Там бренд, там чуть более простые формы и, соответственно, достаточно более доступная цена. Но марка очень сильная, и мы тоже видим в ней очень большую коммерческую перспективу. Очень ждем первые поставки. И я надеюсь, что наши зрители тоже будут эти поставки ждать уже вместе с нами, так сказать, поверив и поняв в то, что с подобными брендами вполне себе очень хорошо можно работать. Да, здесь количество наград. Да, кстати, орденов просто, да, как у генсека уже. Хотя молодой такой часовой генсек, но уже, да, очень много всяких самых-самых разных наград. Вот, так что вот молодцы. Одна из первых Red Dot еще 13-го года, между прочим. Вот, так что... Ну да, то есть это все уже не вот первый год происходит, это не вот что-то такое, какой чертик из табакерки. Это вполне себе уже давно существующая марка. Ну, по часовым меркам, может быть, недавно, но уже стабильно, хорошо, там, ежегодно выбивающая вот эти призы за действительно яркий, классный и необычный дизайн. То есть вот главным критерием для отбора вот этих брендов в большинстве случаев являлось там две вот основных таких, два основных критерия. Первое, это какой-то необычный яркий дизайн, которого вот, ну, вот прям что-то такое из ряда вон. И второе, это, конечно же, хорошее такое вот мануфактурное, вот так сказать, фабричное добротное качество. То, что у нас здесь вот на столе, это тоже часы такие, ну, достаточно небюджетные, скажем так. Ну, да, да, да. И мне нравится то, что AllTime как бы не боится брать какие-то дорогие вещи. Абсолютно, потому что они очень хороши. Потому что у вас, в основном, исторически такой был средний ценник, я знаю, такой, ну, средний чек был как бы такой невысокий, да, то есть в основном что-то такое бюджетное очень много люди покупали. А здесь вы как бы берете вот, ну, новые-новые высоты, да, то есть вот этот как раз вот развиваете портфель еще и в сторону чего-то такого более дорогого, интересного. Поэтому как раз этого, как раз нам, я думаю, сейчас это может без швейцарцев не хватать, чего-то такого супер качественного, такого... И, возможно, здесь произойдет вот такое как раз... Да, если как раз вот здесь зайдут китайцы, мне кажется, это будет очень круто. Очень на это надеюсь. Спасибо большое, что пришел, спасибо, что принес часы. Ну, а вам спасибо за просмотр, вот и будем ждать ваших реакций. Да, Артем, спасибо, что пригласил. Дал возможность высказаться по такой достаточно спорной, как мне кажется, волнительной теме. Я думаю, что комментариев у нас будет много, они будут разные. И я, в принципе, думаю, что мы совместно на большинство из них, если что, сможем ответить. Ну, да, и в комментариях обычно такой форум, да, такой возникает, да, так что это... Вот, еще раз спасибо тебе за приглашение, спасибо тем, кто досмотрел или дослушал нас до конца. Надеюсь, было интересно. Спасибо. Да, и, ну, собственно, это все было как раз при поддержке AllTime, и Дима представитель AllTime, и часы эти можно купить в AllTime. Так что, в общем, и музей часов времени обязательно тоже посетите, он на третьем этаже в AllTime. Вот так что, ну, в общем, спасибо AllTime за поддержку и вам за просмотр. Всем пока, всем часы. Продолжение следует...